Видимо, после того, как команда «Надежда» разгромила мечту со счетом 5-1, вот решили, что как «Надежда» громит мечту. И сегодня нейтральные названия – сборная Запада против сборной Востока. Меня зовут Андрей Юртаев, я с вами буду следить за этим матчем, который совсем скоро уже начнется. У нас около 15 минут остается до начала этой встречи. Ну, здесь уже некоторые мероприятия состоялись. В частности, прошла пресс-конференция с участием Владимира Шалаева и Дмитрия Курбатова, а также капитанов играющих в команду. Это Максим Лазарев, капитан сборной Востока, представитель казанского Акбарса. И Иван Николишин, капитан сборной Запада и игрок, представляющий ЦСКА, ну или Красную армию в молодежной хоккейной лиге. И более того, Иван Николишин, надо сказать еще и о том, что это капитан сборной России своего возраста. Это сборная до 17 лет. И Иван Николишин является капитаном этой команды. Ну, сама пресс-конференция продлилась не так много времени. И не могу сказать, что там какие-то были суперважные сделанные откровения по поводу того, что нас всех ожидает. Но есть действительно некоторые новости, которые, во-первых, хочется обсудить или просто рассказать, потому что, может быть, не все об этом знают. Ну, у нас еще будет целых два дня, чтобы об этом, обо всем разговаривать. Давайте сейчас начнем с вами смотреть церемонию открытия, потому что здесь вот не все так просто. Не просто вышли и начали играть в хоккей, а организаторы подготовили нам некоторые номера художественной самодеятельности, как бы мы их могли назвать. И вот прямо сейчас вступят, я так понимаю, представители народного ансамбля. И мы послушаем что-то на украинском, может быть, на русском языке. И мы послушаем что-то на украинском, может быть, на русском языке. И мы послушаем что-то на украинском, может быть, на русском языке. И мы послушаем что-то на русском языке. Я твоей любовью буду век дорожить Ты, как поле зеленое, не зельянишь без меня А без тебя на свете я не смогу прожить Критне наша доля, наче маки в поле И ранковое солнце виблилась в небо Козацкому роду нема переводу Козаки в колисках виростають знов Гей, співай, козаки Про любов, про землю святу Славте, гей, козаки Волю золоту Гей! 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Ну и вот оказалось, что все пять человек из Челябинска, воспитанники школы трактора, плюс один человек из Магнитогорска и один человек из Нижнекамска, таких согласий не имели. И это не говорит о том, что все остальные оформили документы и прилетели сюда. Нет, на самом деле их никто не оформлял, эти документы. Просто все остальные, ну там не считайте сами сколько хоккеистов, прилетели сюда с родителями. А если ты летишься с родителями, понятно, никаких документов тебе не нужно. Так вот, все прилетели с родителями, семь человек пытались отправиться на драфт юниора сюда в Донецк самостоятельно и вот их как раз и развернули, оставив их у себя дома. Ну неприятная история, на самом деле вот я не знаю, кого здесь надо называть виноватыми, но очевидно, что, как это часто бывает, элементарная недоговоренность. Просто не обсудили люди. Я не хочу сказать, что лига должна была там напомнить всем настоятельно, а вы вот не забудьте про это. И игроки, администраторы тех клубов, которых отправляют тоже, конечно же, могли поинтересоваться. Но так или иначе, это все вот должно было какую-то договоренность получить и это все должно было быть решено в самом обычном рабочем порядке. Но вот так все случилось и поэтому сегодня мы не досчитаемся сразу с семерых человек, которые все, кстати, должны были играть за сборную Востока. Сразу расскажу вам, сборная Восток сегодня в желтом, сборная Запада сегодня в синем. Как пришлось решать этот вопрос тем, что сразу семь человек, когда не приехали в команду, ну как-то же им выходить теперь на площадку. Двоих защитников, двоих защитников из Запада, обоих из Санкт-Петербурга, из школы Нева, перевели на Восток. И получается, что западная команда у нас сегодня играет в три пары защитников и четыре тройки нападения, а Восток играет в пять защитников всего-навсего, в десять нападающих и с одним вратарем. Потому как вот из тех, кто не доехал, был один вратарь, сразу три игрока обороны. И вот так это все пришлось переделать. Ну будем знакомиться с игроками в процессе, пока давайте послушаем Владимира Шалаева. Ну вот, к сожалению, не только телезрители, но и зрители, которые здесь на арене, собрались и не имеют возможности услышать Владимира Шалаева. Вот на пресс-конференции спросили как раз у Владимира Тимофеевича, есть какие-то вопросы или там претензии к устроителям драфта. Владимир Тимофеевич сказал, что не было. Ну вот, теперь, видимо, появились. Я поздравляю всех от имени континентальной хоккейной лиги с праздником будущего нашего хоккея, будущего хоккея континентальной хоккейной лиги. Сегодня у всех у вас есть уникальная возможность посмотреть на эту льду будущих звезд не только континентальной хоккейной лиги, но, я уверен, и мирового хоккея. Поэтому желаю всем болельщикам посмотреть увлекательный хоккей, а участникам продемонстрировать этот хоккей. И завтра, ребята, чтобы сбылась ваша мечта, чтобы завтра вы попали в результате драфта в тот клуб, о котором вы мечтаете. Всем удачи. Спасибо. Дамы и господа, матч между командами лидеров драфта юниоров континентальной хоккейной лиги «Запад-Восток» объявляется открытым. Прошу приветствовать гимн Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прошу приветствовать гимн Украины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дамы и господа, я приглашу капитанов команд Максима Лазарева и Ивана Николишина в центр площадки для проведения символического вбрасывания. Почетная обязанность произвести символическое вбрасывание предоставляется вице-президенту по хоккейным операциям континентальной хоккейной лиги Владимиру Шалаеву и легендарному хоккеисту, заслуженному мастеру спорта России, чемпиону мира Андрею Николишину. Субтитры создавал DimaTorzok Еще раз напоминаю вам, что сборная Востока играет сегодня в желтой форме, синие номера на их спинах Сергей Бажухин, главный тренер команды Восток сегодня. Бажухин представляет Казань и систему Акбарса, соответственно, помогает ему Олег Черкасов из Челябинска. Ну а вот состав команды Запада, обращаю ваше внимание, что здесь Максим Третьяк, то есть не только Николишин, но вот еще и Третьяк, у нас есть еще один продолжатель хоккейной династии. Ну и главный тренер команды Запада был перед вами, это Павел Баулин, представляющий систему ЦСКА. И это, плюс ко всему, еще и главный тренер сборной России, вот в этом возрасте до 17 лет. Ему будет помогать Александр Гадынюк. Александр Гадынюк – это главный тренер команды «Молодая гвардия». Такой команды вы, наверное, не видели и не слышали, может быть, даже о ней. Но это с нового сезона молодежная команда Донбасса будет играть в молодежной хоккейной лиге. Ну и вот Гадынюк будет ее тренировать. Максим Третьяк в воротах у сборной Запада. Сегодня он начинает эту встречу и, скорее всего, где-то в середине второго периода сменит его Максим Сидоров, начинающий этот матч на скамейке запасных. Ну а у Востока, как вы понимаете, всего один вратарь. Так и вышло. И это Вячеслав Новицкий, представляющий омский «Амбанга». Итак, встреча началась. Давайте пробегусь я по составам команд. Я сразу же прошу меня извинить за то, что, может быть, не всегда я буду оперативно называть вам фамилии тех игроков, которые прямо сейчас находятся в США. Потому что, ну, сами понимаете, довольно сложно. 96-го года рождения все игроки, всем здесь по 17 лет. И, ну, надо признать, что многих видишь в первый раз. И вот так сразу их идентифицировать не всегда получается. Но я думаю, по ходу встречи мы будем с вами разбираться. Тем более, что вот у нас уже первый момент, который в последующем может привести к взятию ворот. Сборная Востока будет играть сейчас в большинстве. Они уже провели какое-то время в рамках такого отложенного штрафа. Ну, и вот теперь судьи отправляются на скамье штафованных. Андрей Кузьменко за подножку. Вот здесь, ну, такое совершенно необязательное удаление. Кузьменко ехал и по дороге просто взял и зацепил Евгения Свечникова. В итоге оставляет свою команду в меньшинстве на две минуты. Судьи, давайте я вам тоже представлю быстренько, Урда и Глуховский. Это два главных. Глаченко и Бакуменко. Это два лайнсмена, которые им сегодня помогают. Судьи из Украины, из Киева. Ну, и первое большинство. Сборная Востока с шайбой. Вброшена шайба в зону. Давайте посмотрим на то, кто играет в большинстве у восточных хоккеистов. На синей линии в защите, таким образом. Никита Майсиев, 74 номер. И справа там располагается под 16 номером Радель Фазреев. Подбросок от... Нет, это Владислав Валенцов, 70 номер. Вот так вот. Я уже извинился за это заранее. Еще одно удаление. Смотрите, еще одно удаление. Снова сборная Запада. Наброс от синий. Там шайба скачет на пятачке. И третьяк довольно эффектно. Останавливает шайбу. Может быть, даже более эффектно, чем того требовала ситуация. А катит на скамью оштрафованных. Игрок под четвертым номером. Это Степан Фальковский, представитель Минской юности. Вот здесь он нарушил правила. И смотрите, это Евгений Свечников. Снова вот тот самый, который уже отправил на скамью оштрафованных Кузьменко. И вот получается, что Свечников уже двоих хоккеистов сборной Запада усадил на две минуты. Евгений Свечников. Седьмой номер, нападающий из Казани. На Сыбуллин. Они стали бросать пас направо. Вот теперь уже 74 номер Моисеев. На Сыбуллин, Моисеев на синей линии у Востока. У желтеньких. И там перед воротами располагается тройка атакующих хоккеистов. Под 35 номером Андрей Дергунов. Вот сейчас с шайбой номер 96 Артур Болтанов. И третьим был вместе с ними под 69 номером Егор Яковлев. Вот такая пятерка. Большинство провела около 30 секунд на площадке у Востока. Ну и сейчас нападающие меняются. Защитники остаются у восточных игроков. В нападении вышли Максим Лазарев в 23-й. 79-й Александр Протопович. И 44-й номер. Вместе с ними это Валентин Разумня. И поменяли, кстати, одного все-таки защитника. Хороший пас и это Разумняк. Хороший момент. Не сумел переиграть Третьяка. Но вот первый по-настоящему опасный момент. Ну, может быть, не очень хорошо получилось бросить. Потому что Третьяк перемещался. И попади Разумняк в ближний угол. Наверное, это был бы гол. А так шайба полетела в дальний угол. И как раз Третьяк успел ее принять на себя. Так что спас уже второй раз, как минимум, свою команду. Максим. И 38 секунд остается до выхода пятого игрока сборной Запада на площадку. Они по-прежнему в меньшинстве. Но счет не открыт. 0-0. Три с половиной минуты сыграно в первом периоде этого матча. Насибулин за своими воротами. И очень активно его там Владислав Кадола прессингует. И чуть было не отобрал шайбу. Приходит Свечников на помощь Насибулину. Дальше проходит через среднюю зону. Ну, здесь очень много игроков Акбарса. Казани. И, ну, может быть, не Акбарса. Там команды Барс, которые играют в молодежной лиге. Ну, так, не принципиально его шайба у ворота. 1-0. За секунду до выхода удаленного Фальковского сборная Востока открывает счет в этом матче. 1-0. И принимает поздравления Максим Лазарев. Ну, вот это казанское сочетание. Лазарев, Свечников. И третьим вместе с ними был Семен... Семен Пошелев, наверное. Если уже успели поменяться. Ну, вот, Свечников делал передачу. И Лазарев там дальше выцарапал шайбу на пятачке, переправил ее в ворота. 1-0. Восток вышел вперед. Благодаря усилиям исключительно казанской тройки. Ну, у сборной Запада пока что моментов не было. Ну, они почти сразу остались в меньшинстве. Два удаления подряд. И так по существу потревожить Вячеслава Новицкого им и не удалось. Ну, давайте пока игра в равных составах. Все-таки я быстренько постараюсь пробежаться по полным составам команд. И назову в том числе и клубы, которые они представляют. Ну, я вот больше уже говорил о команде Востока, которая в желтой форме. Я буду вам это постоянно напоминать на всякий случай. И с них давайте и начнем. Вячеслав Новицкий, авангард. В воротах в защите. Шестой номер Марк Марин, Акбарс. Одиннадцатый номер Эдуард Насыбуллин, Акбарс. Пятый номер Илья Дервук, авангард. Семидесятый номер Владислав Валенцов, Нева, Санкт-Петербург. Переведенный вот в связи с тем, что они приехали. И семьдесят четвертый номер Никита Моисеев, тоже Нева, Санкт-Петербург. Еще одно удаление. Давайте уж все-таки я закончу составами и назову всех вам участников. Удалился у нас Владислав Валенцов как раз. В атаке у сборной Востока. Двадцатый Максим Лазарев, Акбарс. Семидесят девятый Александр Протопович Акбарс. Семидесят первый Семен Кошелев, Торпеда Усть-Каменогорск. Сорок второй номер Никита Яськов, Металлург Новокузнецк. Шестнадцатый Радель Фазлеев, Акбарс. Седьмой Евгений Свечников, Акбарс. Одиннадцатый шестой номер Артул Болтанов, Металлург Магнитогорск. Тридцать пятый Андрей Дергунов. Сибирь, вот здесь опасно было, но вот вступает Вигруновицкий. Шестнадцать девятый номер Егор Яковлев, Авангард. И сорок четвертый номер Валентин Разумняк, Салават Вилаев, Уфа. В большинстве вот что-то здесь начали создавать кисты сборной Запада. Но вот пока что не удалось им закрепиться в зоне и приходится вновь откатиться на свою половину поля. И теперь в меньшинстве Восток идет вперед и снова в игре Третьяк. И снова в игре Третьяк вбрасывание в зоне сборной Запада. О составе Запада. Несколько слов давать тоже вам скажу в защите. Пятый номер Егор Агиенко, ЦСКА. Третий номер Егор Цветков, Локомотив. Тринадцатый Олег Шустерман, Динамо Москва. Девятый номер Егор Орлов, Динамо Москва. Десятый Дмитрий Осипов, Русь. Это тоже город Москва. Такая есть хоккейная школа. Четвертый номер Степан Фальковский, Юность, Минск. Ну и все. Двух защитников отдали на Восток они. И в атаке. Девяносто пятый номер Андрей Кузьменко, ЦСКА. Двадцать восьмой номер Иван Николишин, ЦСКА. Девяносто седьмой номер Илья Кляузов, Витязь. Пятьдесят пятый номер Даниил Вовченко, Северсталь. Девяносто девятый Владислав Кадола, Северсталь. Семьдесят в восьмой номер Павел Красковский, Локомотив. Шестьдесят первый Археб Николенко, Спартак Москва. Первый номер рейтинга предварительного. Тридцать третий. Иван Игумнов, Динамо Москва. Семьдесят четвертый Сергей Кривенко, Динамо Харьков. Вот такой довольно неожиданный представитель. Ну я имею в виду неожиданность, что это все-таки Харьков. Но я, если будет время, чуть позже скажу. Потому что скажу о нем отдельно. Там есть пара любопытных моментов. Ну и дальше двадцать шестой номер Александр Чирва, Спартак. Восемнадцатый Марко Галама, Слован Братислава. И девяносто шестой номер Кирилл Килипенко, Динамо Москва. Вот так выглядят полностью составы команд, которые находятся на площадке. Ну и тем временем сборная Востока в полном составе. Не удалось западным хоккеистам реализовать в большинство. Но они по-прежнему на площадке. Вот попытка броска, но здесь с серьезным сопротивлением. Так что не получается как следует Вовченко бросить по воротам. И на этом момент заканчивается. Цветков с шайбой. Выходят западные хоккеисты из своей зоны. Пытался там по левому флангу Чирва пройти среднюю зону. Его останавливают. А вот это может быть интересно. Разумняк. Налево пас, наверное, не проходил. Попытался бросить Разумняк сам. И Дмитрия Осипова уткнулся. Ну, такой довольно габаритный защитник. Десятый номер. Дмитрий Осипов. И я вот призываю смотреть в том числе и на этого игрока. Потому что он представляет школу без клуба континентальной хоккейной лиги. Я имею в виду школу Рульс. Потому как, ну, вы сами знаете, если следите вообще за драфтом, что у каждого клуба есть возможность защитить своего игрока, если его выбирать в какой-то другой клуб. У каждого клуба есть возможность таким образом защитить пятерых своих человек. Кроме Ярославского локомотива, который может защищать неограниченное количество своих воспитанников. Поэтому, кого выгоднее в этом случае выбирать? Конечно, выгоднее выбирать тех игроков, которых никто не может защитить и которые таким образом отойдут к твоему клубу. Так что это Русь, Крылья Советов, Газовик Тюменский. И вот все вот эти команды, которые воспитывают игроков очень выгодно для драфта. Ну, вот и Марка Галама. Простатель Слована. Очередное удаление. Ну, вот так довольно, не скажу, что грубо, но с большим количеством штрафного времени. Начинается матч, меньше восьми минут сыграно, а это уже четвертое удаление. Четвертое удаление. Ну, здесь, наверное, какой-то момент и несыгранности. Все-таки игроки прилетели сюда вчера. Сегодня с утра они покатались и вот, по сути, с листа уже сегодня играют друг с другом. Но понятно, что в этом случае тренеры по возможности составляли тройки в атаке или пары защитников, исходя из клубного принципа. Так что вот мы видим, что если Акбарс присылает, по сути, пятерку, да, то глупо не ставить этих нападающих вместе друг с другом. Так вот они играют, так вот они и открыли счет уже в этом матче. Ну и вот очередное большинство, большинство команды Востока. И вновь мы с вами наблюдаем за казанскими хоккеистами на площадке. Еще раз напомню, 23-й Лазарев, 79-й Протопович. Ну вот, правда, на правом краю вместе с ними играет под 71-м номером Семен Кошелев. Он из Каменогорска. Вот он с шайбой. Пытался прорваться самостоятельно к воротам. Его там остановили, но шайба остается в зоне запада. И продолжают ее восточные хоккеисты разыгрывать. Насыбуллин, бросок, Третьяк в игре. Подбор за Востоком снова. Разыгрывают они шайбу здесь в углу площадки. Лазарев, придача Протоповичу. Протопович обратно на Лазарев. Ох, какой пас и Кошелев не забивает. В упор расстреливал Максима Третьяка. В одно касание пытался переправить шайбу в ворота. Вратарь выручил. Максим Третьяк сыграл здорово. Лазарев, смотрите, что делает. В средней зоне, стоя на месте. Конечно, может быть, это по-пижонски несколько. Но если это сработало, если это получилось. Вот так взял и убрал Кадолу. Сохранил шайбу, продолжил движение вперед. И вот сейчас разыгрывают восточники в зоне. Бросок, добивание. И еще бросок. Но здесь не получается как следует бросить. И в итоге шайба у Максима Третьяка. В его ловушке еще одно вбрасывание сейчас будет в зоне команды в синей форме. В зоне сборной Запада. И 50 секунд еще до выхода удаленного хоккеиста. Так что Восток имеет еще все шансы для того, чтобы вновь сегодня забить в большинстве. Выигрывают вбрасывание хоккеисты Востока. Бросок еще один от Синий. Третьяк шайбу не прижал. Она там лежит перед ним. Ее пытается подтащить к вратарю там кто-то из полевых игроков. Но в итоге все обходится вроде бы. Но атака продолжается. Еще бросок. Отлетает шайба в угол зоны. И здесь удается Фальковскому ее перехватить и выбросить подальше. Подальше за 25 секунд до выхода удаленного партнера. От своих ворот. Восточные хоккеисты начинают новую атаку. Фазлеев проходит среднюю зону. Прошел синюю линию. Пас направо. Чуть-чуть за спину получил Свечникова. Свечников до шайбы не дотянулся. Дальше Яськов пытался ему помочь. Ну и вот последние секунды. Вы можете слышать стук у вратаря. Там Валенцов специально откатился в среднюю зону. Проконтролировала выход Галамы. Попытка броска. И снова Фальковский. Снова Фальковский. Ну вот перехватить шайбу и выбросить ее зону в меньшинстве. В общем-то неплохо получается этого минского игрока. Правда, уже он один минус успел, конечно, получить в оценку своей игры. После того, как удалился. И более того, после того, как команда пропустила. Как раз в тот момент, когда Фальковский сидел на скамье оштрафованном. Сыграно половина первого периода. И вот я смотрю статистику по броскам в створ. Статистика 6-3. В пользу сборной Востока, естественно. Хотя вот так внешне, по собственным ощущениям, кажется, что преимущество должно быть более серьезным. И, друзья, я вот тут заглянул в статистику и обнаружил все-таки, что автором шайбы стал Родель Фазлиев. Он также был на площадке, он также был на пятачке. И вот в этом добивании, где участвовал Максим Лазарев, все-таки в последнем шайбы дотронулся Фазлиев. И именно его следует считать автором заброшенной шайбы. Так что вот такую правку выношу я в свой репортаж. Ну что, очередное удаление. Очередное удаление. И вот здесь все совершенно очевидно. Егор Агиенко, представитель ЦСКА, получает 2 минуты за задержку соперника. Вновь большинство у команды Востока. Вылетела шайба сейчас на скамейку запасных западную. Так что ее не вернут оттуда. Вбрасывание в средней зоне. Смотрим повтор броска. Вот это момент, который чуть раньше случился. И вот там, видите, шайба не прижата была третьей комы. Пытались ее протолкнуть в ворота. Но все-таки там Запад спасся. Чередное большинство. И вот тут вылазка в формате 2. Хоккисты против всей пятерки сейчас у Запада. И удается там чуть-чуть зацепиться Кузьменко. И не видел я, к сожалению, это был вторым хоккистом у Запада. А вот в большинстве сейчас Протопович по центру. Такой силовой манере. Здесь метая всех на своем пути, добрался до пятачка, но забросить не сумел. И покатил на скамейку запасных. Смотрим еще раз этот проход. Ну вот ведь зеленые перчатки у Протоповича. В общем, все нам говорят о том, что человек из Казани. Свечников передача дальше направо. Там Фазлеев на синюю линию на Сыбуллин. Снова на Сыбуллин. Шайба вышла. Шайба вышла в среднюю зону на Сыбуллин и Фазлеев. Ну вот вроде бы два партнера по Казани. Но все-таки какие-то такие моменты несогласованные иногда проскакивают. И выпустили сейчас шайбу, передавая ее друг другу. Так что приходится откатиться в среднюю зону. Вбрасывание там продолжается встреча. Николишин. Иван Николишин. Капитан сборной Запада в меньшинстве. Сейчас поддержал шайбу, потянул время. Но потом не удалось отправить шайбу в зону соперника. Ее здесь перехватили в районе синей линии. Ну и еще одна основа встречи. Вбрасывание в среднюю зону. Павел Бауль. Машинганов. Фазлеев выиграл вбрасывание у Николишина. Свечников. Направо на Яськова. Яськов идет сам. Здесь захотел за ворота. Свечников рядом с ним. Яськов делает ему передачу. Свечников смещается обратно на Яськова. Пас следует. Яськов в центр. Фазлеев возвращает Яськова. Свечников пошел к воротам. И шайба там порикошетила немного. И на противоположный фланг была передана. Насыболин бросок в воротам. Третьяк в игре. И вылетает шайба за пределы площадки. И еще одна основка. Еще одно вбрасывание. Насыболин. Эдуард Насыболин. Казанский хоккеист. Знаете, вот любопытный такой момент. Дело в том, что если мы посмотрим на составы западных и восточных команды и просто посмотрим, сколько игроков и оттуда и оттуда выступали в прошедшем сезоне в молодежной хоккейной лиге, то увидим, что преимущество у Запада довольно большое. Ну, пусть там и все были игроками, которые провели от звонка до звонка весь сезон в составе своей молодежной команды. Потому что, ну, все-таки 96-й год. Это 17 лет, а в лиге разрешены хоккеисты, которые на 4 года постарше. Так что понятно. Надо быть довольно талантливым игроком, чтобы попасть в такую компанию. Но, тем не менее, в составе сборной Запада, там 15 человек поиграли в МХЛ. В составе сборной Востока, еще до того, как мы отчислили челябинских игроков, таких всего 8. То есть, вроде бы, вроде бы по опыту участие в молодежной лиге, которая является по определению более сильной лиги, чем различные юниорские лиги, соревнования, в которых играют и остальные, вроде бы Запад должен быть сильнее. Но, по тому, как складывается сегодня первый период и прошедшие 13 минут, ну, преимущество Востока просто подавляющее. Просто подавляющее преимущество Востока. И то, что Шок пока что 1-0 в пользу восточных игроков, это вот даже немного удивляет. Кажется, что все-таки должны были они уже забивать побольше. Но Третьяк ворот от сборной Запада, может быть, это и все объясняет. Максим Третьяк является первым в рейтинге среди российских вратарей. В континентальной хоккейной лиге первые в рейтинге и первые выбранные потом на драфсе не соответствуют обычно. Но вот все равно быть первым в рейтинге – это довольно почетно. Хотя, вот, конечно, есть, есть такие предположения, которые периодически высказываются, что, ну, Третьяк – это, ну, вы понимаете, почему. Ох, какой момент сейчас! Здорово, Чирва! И не сумел, не сумел переиграть Новицкого, нападающий московского Спартака. Но как стартовал, как пробежал? Вот, смотрите, подхватывает шайбу в своей зоне, выигранной после вбрасывания. Разбирается на скорости с защитником, дальше сбежается с вратарем. Но вот вратаря переиграть уже не сумел. Обращаем внимание, Александр Чирва, 26-й номер сборной Запада, представитель Спартака. Это вот для тех менеджеров, которые сюда приехали. Может быть, сейчас этим своим проходом Чирва повысил свои шансы быть выбранным. Или быть защищенным Спартаком. И, может быть, в первом раунде. Все-таки я напомню, что сама процедура драфта и возможность быть выбранным на драфте – это очень большое подспорье для игроков в первую очередь. Потому как, в зависимости от того, когда тебя выбирают – в первом раунде, во втором или дальше всего пять раундов – в зависимости от этого заключается контракт. И, соответственно, зарплата игрока, выбранного в первом раунде, она выше, чем у игрока, выбранного во втором, ну и так далее. Поэтому, вот, если кто-то не выбирает на драфте, то, в общем, еще неизвестно, как сложится его судьба. А может быть, он и станет потом без всякого драфта звездой и российского, и мирового хоккея, просто вот продолжив выступление за клуб, со школой которого он бы связан. А, возможно, этого всего не произойдет. И неизвестно, что вообще с человеком будет дальше. Может быть, и не получится у него такой профессиональной карьеры. Но, если тебя выбрали в первом раунде драфта, если тебе предложили контракт заключить, это автоматически означает, что ты должен получить весьма приличную зарплату. Так что попасть в десятку или в двадцатку – это не только почетно, но и выгодно. Это просто выгодно вот с точки зрения финансов. Ну вот сборная Запада начинает что-то постепенно создавать в равных составах. Прекратили они удаляться и не делают этого уже несколько последних минут. И вот сразу же что-то возникло. Сразу же что-то возникло, но не удалось реализовать. Так что счет пока у нас 1-0 и что-то не изменилось. Смотрим повтор этого эпизода. Андрей Кузьменко. Вот он выкатился из-за ворот и туда в дальний угол не попал. Из партнеров на дальней штанге тоже никого не оказалось, кто бы мог замкнуть. Так что момент оказался упущен. И Запад по-прежнему проигрывал. Фальковский шебой. Немного неточная передача. Здесь в итоге перехват в средней зоне. Смотрите, это Болтанов. Здорово там разобрался на скорости. И продолжает сейчас контролировать шайбу. Теперь отдает ее Майсееву. И перекладина, похоже. Там шайба чиркнула по ней. И после этого покинула площадку. Максим Третьяк. С другим планом. Ну, зрители, я вот так затрудняюсь вам сказать, сколько точных присутствует на этом матче человек. Но, в общем, арена заполнена более чем наполовину. Ну, понятно, что Донецк не самая большая арена, поэтому более чем наполовину это не так уж и много. То есть это может быть где-то 2-3 тысячи всего. Но, тем не менее, они здесь присутствуют. Очень демократичные цены на билеты. Самые дешевые за ворота можно было бы купить всего за 10 гривен. В пересчете на российские рубли это чуть больше 40 рублей. Меньше 50. Это самые дешевые. Самые дорогие в 3 раза дороже. 30 гривен. Соответственно, в переводе на рубли это порядка 130, наверное, рублей. Но это берет вот прям по центру. Шайба в зоне сборной Запада находилась. Но вот удается оттуда выбраться. Архип Николенко, 61 номер. Вот и на него давайте тоже как-то попытаемся обратить внимание. Пока что не давал он нам никаких поводов для этого. Но вот сейчас чем-то мог, я думаю, запомниться. Так блеснул там. Пусть и не довел свой индивидуальный проход. Вот он до логического завершения. Но, по крайней мере, это бросалось в глаза. Там перед воротами 3-яка шайба. Бросок от синей линии. Застревает шайба в игроках, которые расположились на пятачке. Яськов в углу площадки. Там его пытается Николишин прижать. Яськов находит Фазлеева. Дальше пас на Валенцову. Валенцов на Свечникова. Николишин здесь валит Свечникова на лед. И шайба выброшена. И что это? Не будет проброса здесь. Игра продолжается. Моисеев. По левому флангу. Восток пытался войти в зону соперника. Не получилось. Моисеев здесь вот так по-простому вбрасывает шайбу. И смотрит на скамейку запасных, видимо, с целью все-таки поменяться. Но нет у него пока такой возможности. Здесь положение вне игры у Запада. В середней зоне будет вбрасывать. Ну и еще раз повтор броска Моисеева. Шайба куда-то. Ну, черепила перекладина, да? Судя по всему. Ближе к синей линии сборной Запада. Означают вбрасывание арбитры. Там какие-то возникли сейчас проблемы с экипировкой у вратаря Востока, у Новицка. И вот с этим связано то, что у нас большая пауза возникла. Но все в порядке. Сейчас игра возобновляется. Выигрывает вбрасывание Дергунов. И Восток идет вперед. Вошли в зону. Там за воротами шайба вылетает. Она за стекло. Поэтому еще одна остановка встречи. Ну и от кого шайба улетела? Видимо, от кистов Восток. И в связи с этим в средней зоне вбрасывание. Снова Дергунов. Дергунов, представитель Сибири. Смотрите, снова выиграл вбрасывание. Вот два вбрасывания подряд. У этого новосибирского нападающего в активе. Хороший пас. Бросок в воротом там успевает на пути шайбы вырасти Егор Цветков. И от защитника шайба летит в угол площадки. Хотя так неплохо было разыграно в атаке у Востока. Ну вот, хорошая передача в средней зоне. Кляузов. Игрок Витязя. Но вот здесь останавливает этот проход. Деревок хороший вроде бы пас на Болтанова. Болтанов немного не дотянулся. Там борьба в углу зоны. И шайба достается сборной Запада. Кляузов. Вот снова второй раз уже подряд он тащит шайбу. И не просто тащит, а притаскивает ее в зону нападения. Но до броска по воротам довести это все не удается. Ни в первом, ни во втором случае. И Кадола поборолся. И удалось оставить шайбу в зоне нападения Запада. Но ненадолго это все. Восток пытается сейчас чем-то ответить. Пошелев бросок по воротам. И шайба вылетает за площадку. Ну вот обращают на самом деле на себя внимание три игрока, которые присутствуют в составах команд. Потому как это не россияне. Все-таки мы привыкли, что по большей части это российские игроки, которые и приезжают на драфт, и присутствуют во время этих церемоний. Ну у нас есть вот сегодня один человек из Слована, один человек из Харькова и один человек из Уст-Каменогорска. И вот я обещал сказать о Сергее Кривенко, который представляет Харьковское Динамо. Потому что его на самом деле в списках, которые Центральное складское бюро представляет, его там нет. А это список, который насчитывает вообще-то там более полутора тысяч человек. Там тысяча триста с копейками это россияне, плюс еще вот по сотне европейцев и североамериканцев. Но до 22-го числа каждый клуб мог внести в эти списки дополнительно вот тех людей, которых бы они хотели выбрать, но которых вот почему-то изначально не было. И Сергей Кривенко оказался как раз вот в числе таких игроков. То есть вероятность того, что Кривенко будет завтра выбран, довольно велика. Кем было внесено Кривенко? Ну это вот вопрос. Ну учитывая то, что он все-таки из Харькова, я думаю, можно предположить, что наверное он будет выбран Донбасс. Ну посмотрим, это вот такие просто предположения, которые выглядят сейчас вполне логичными. Но как все будет складываться завтра, мы с вами узнаем и увидим также в прямом эфире на телеканале КХЛТВ. На этом первый период встречи завершен. 1-0 сборная Востока впереди. Благодаря шайбе Радели Фазлеева 17 минут перерыва, как и в матче континентальной хоккейной лиги, нас с вами ожидают. Ну и после этого возвращаемся и продолжаем смотреть эту игру. Есть ли еще, за которые стоит переживать? Остальное дело с такомами. Так, кажется, не будет ли я пока что-то. Как, Марек, меня эти шорты не полнят? Нет, нет, все нормально. А у меня как с прическом? Феноменальная скорость в игре. Особая точка для забрасывания шайбы на правом фланге у штанги. Золотой состав. Павел Буре. Буре Павел Владимирович по прозвищу «Русская ракета». Правый крайний нападающий. С 1987 года игрок ЦСКА. В 19 лет Павел уже выступал в первой пятерке сборной СССР. В 1991 году начал играть в НХЛ за Ванкувер Кеннекс. В первом же сезоне получил приз лучшего новичка. Всего в НХЛ провел 702 игры. Забросил 437 шайб. Трижды лучший снайпер чемпионатов НХЛ. Буре поражал своей экстраординарной скоростью. Про него говорили, что он летает на льду. А знаменитое прозвище «Русская ракета» Павел получил от канадского корреспондента, который написал про Буре. Это самое быстрое советское создание со времен спутника. В 2012 году введен в зал хоккейной славы в Торонто. Золотой состав. Павел Буре. Ух, какой мать достался нам с вами. И это просто сказка какая-то, понимаешь? Вот такая классная передача. Феноменальность и Барламова. Супер-блеск. Супер-блеск. А сейчас внимательнее присмотритесь к старым палкам, валяющимся в вашем дворе. Очень может быть, что среди них найдется палочка за 4 миллиона 250 тысяч долларов. Ровно во столько оценивается самая дорогая хоккейная клюшка, которую легко перепутать с куском дерева. Коим она, по сути, и является. Кстати, эта же клюшка и самая старая в мире. Она была сделана в 50-х годах 19 века. Так что тушите костры, разбирайте бараки на бревнах. Будем искать старые клюшки, а заодно и экологии поможем. Жернир, реклама Атланта. Здорово! Вот это гол! И не кайф! Жернир! И шайба незасчитана. Спасибо кому за то, что нас повеселили. Моречкин приняет целовой прием. Фермерный молодец. Александр подорвается за шайбу, как и нужно. Красивейшая шайба 3-0! Евгений Малки! Истинная передача, бросок, еще один бросок, гол! Наив, наив, опа! Буква Т. ТАВГАЙ Полицейский или телохранитель. От английского «тач гай» – жесткий, крутой парень. Основной задачей которого является устрашение противника, кулачное единоборство, выключение из игры наиболее опасных форвардов команды соперника и защита самых ценных игроков своей команды. Хоккейный клуб «Трактор». Клуб основан в 1947 году. Ранее выступал под такими названиями, как «Дзержинец» и «Авангард». С 2008 года выступает в континентальной хоккейной лиге. Обладатель Кубка континента и бронзовый призер чемпионата КХЛ в сезоне 2011-2012. Также игроки клуба всегда вносили значимый вклад в выступления сборной страны. В разные времена становясь олимпийскими чемпионами и чемпионами мира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алексей Индершис забил этот гол. Вот она, эта красота, они отнесли. Нечушкин здорово, 1-0. Прекрасно сыграл Валерий Нечушкин. И слышим мы клич. Кокарев, Кокарев. Кокарев, вот это право. Александр Ровечкин и 1-0. Нечушкин бросает в касание и 2-0. Но Александр Ровечкин оформляет у нас хит-трик. Мог в одиночку решить исход любой встречи. Двоих защитников с самой высокой квалификацией мог убрать одним движением корпуса. Золотой состав Сергей Макаров. Макаров Сергей Михайлович, правый нападающий, номер 24. По окончанию игровой карьеры номер был изъят из обращения в ЦСКА. В 1976 году начал играть в Челябинском тракторе. А с 1978-го легендарный игрок ЦСКА. В 1989 году продолжил карьеру в НХЛ. В чемпионатах страны провел 519 матчей. Забросил 322 шайбы. В чемпионатах НХЛ 424 матча и 134 шайбы. 13 раз становился чемпионом страны. Двухкратный чемпион Олимпийских игр. Восьмикратный чемпион мира. Обладатель Кубка Канады 1981 года. Дважды Сергей Макаров признавался лучшим нападающим мира. Он стал рекордсменом среди советских и российских хоккеистов по общему количеству заброшенных шайб в официальных матчах за клубы и сборные. 714. Золотой состав Сергей Макаров. Как смотрели хоккей в 70-х? Как смотрели хоккей в 90-х? А как смотрят КХЛ в 21-м веке? Хоккей в формате высокой четкости. Спрашивайте у своего кабельного оператора. Редкий чемпионат мира обходится без упоминания термина «проклятие собственного льда». Считается, что команда-хозяйка не возьмет золото в первенстве и тому есть многочисленные подтверждения. За всю историю турнира только три сборные – СССР, Чехословакия и США – смогли преодолеть проклятие. Вспомним чемпионаты мира и порадуемся, что не Россия, а Финляндия и Швеция принимала у себя гостей. Конечно, дома и стены помогают, но, видно, бортики с клюшкой иногда сотрудничать наотрез отказываются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Буква «М». Меньшинство. Не путать с меньшинствами. Игровая ситуация, когда команда имеет на одного или на двух полевых игроков меньше, чем команда-соперник. Это происходит в случае, если игрок или игроки команды получили штраф, не подразумевающий замену оштрафованного, а также если команда-соперник заменяет вратаря на шестого полевого игрока. Буква «М». Металлург. Металлург из магнитогорска или просто магнитка. Команда основана в 1950 году. Клуб с традициями победителя, так как является чемпионом России 1999, 2001, 2007 годов. Чемпион Евролиги 1999 и 2000 года. Обладатель Кубка России 1998 года. Суперкубка Европы 2000 года. И Кубка Европейских чемпионов 2008 года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Друзья, мы определяем по аплодисменту. Это стандартная, банальная. Кто победил? Давайте, пожалуйста, на аплодисменты. Гимн. О, гимн, господи. Германа Украины под номером летит. Вот светло от меня. Поплодируйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, мы с вами возвращаемся в город Донецк. И продолжаем смотреть матч юниоров драфта континентальной хоккейной лиги. Завтра сам драфт. Сегодня матч. Первый период завершен. 1-0. Впереди сборная Востока. Благодаря шайбе Раделя Фазлиева, представителя Казани. Ну и присоединяется ко мне сюда, на комментаторскую позицию. Человек, провершивший, совершивший символическое вбрасывание в этом матче. Служенный мастер спорта, чемпион мира Андрей Николишин. Добрый вечер, добрый вечер всем. Как первый период? Какие впечатления? Ну, впечатлений масса на самом деле, потому что идет какая-то ожесточенная борьба. Не на жизнь, а на смерть. Неожиданно, да, потому что все-таки игра своего рода товарищеская, да, между двумя командами, Востоком и Западом. С другой стороны, каждый из ребят хочет себя показать, показать перед генеральными менеджерами, перед тренерами, которые сидят на трибунах, перед теми, кто их будет завтра выбирать. И такая бескомпромиссная абсолютно борьба идет. И с преимуществом, наверное, все-таки больше Востока. Они всю зону извозили с Запада и заработали в удалении, реализовали одну из них. И по праву ведут 1-0. Ну, посмотрим, может быть, во втором периоде Запад стрепенется. Это потому что Восток еще 7 человек не приехало, да? Они все равно, они в большинстве вверх стоят. Ну, откроем тайну, Запад поделился с ними, с Воздоком и Людмилем. Ну, двумя, да, защитниками. Ну, тем не менее, это достаточно для того, чтобы поправить количество-количество людей на площадке. И теперь главное, чтобы все переросло в качество, и качественно, кто играет, тот и выиграет. А вот то, что так много удалений было у Запада, получается, что восточные хоккеисты как-то просто быстрее, что не успевают Долиния? Ну, где-то они, да, поинтереснее, посильнее подготовились к началу матча и решили взять быка за рога и сразу же забить несколько голов. И тем самым предрешить исход в матче, но надо дать должное вратарю Запада. Макс Третьяк стоит достаточно уверенно. И благодаря ему в основном всего один гол забил Восток. А вот так можно говорить, потому что вот в первом периоде преимущество Востока, и это только конкретно вот этот матч? Или просто, может быть, в этом возрасте Восток сильнее? Да нет, тут нельзя говорить, что кто-то на Востоке команда сильнее, чем на Западе. Просто стечение определенных обстоятельств, и если брать по составу, то в команде Востока немножко больше сборников России по этому году. Ребята, я имею в виду, которые привлекались и играли за сборную. Здесь на Западе немножко расширена география. Здесь и с Харькова мальчишка есть, и с Ловак есть один. Поэтому есть... А это вот Иван Николишин, капитан сборной Запада. Отпрыск. Отпрыск. Ну, как вам отпрыск? Посмотрим. Ну, в первом периоде. В четверг период. Ну, много-много работы делается, суеты много, много единоборств. Пока созидательном плане не хватает. Были моменты в большинстве. Один раз они играли, не реализовали. Так что посмотрим, все еще впереди. Будем надеяться, что команда Запада сумеет переломить ход матча. А так ты вообще волнуешься? Волнуется. Мы с ним разговаривали на эту тему. Он говорит, конечно, волнуется, конечно, переживаю, потому что все-таки первый драфт, первые такие вот эмоции, впечатления. Для них это все впервые. У нас драфт проводится совсем недавно, в отличие от НХЛ. Это все очень трогательно и жаль тех ребят, которые не сумели попасть. Ну, да. Мальчишки из Челябинска, там 5 человек не приехали. Да, плюс еще там помимо Челябинска, еще один из Манитогорска приехал. Из Манитогорска, из них Тихимика, по-моему, мальчишка не приехал. Обидно, обидно за ребят. Ну что, второй период. Иван Николишин выиграл вбрасывание и встреча продолжается. Но вообще вот так каких-то... Я понимаю, что сложно и, может быть, не все фамилии известны, не все игроки известны. Ну, мне известны все. Все известны, да? Конечно, я же с этим годом уже довольно-давно знаком. И то, что сын играет, и помогал Павлу Анатольевичу Баулину где-то в тренировочном процессе. Поэтому все мальчишки известны, и они все на слуху. Все играют в ведущей роли своих команд. Ну, в первом периоде кто-то, может быть, понравился? Ну, Казанское, Казанское звено. Лазарев, Озлеев, Протопович, Вешников. Вот эти ребята, конечно, задавали тон в игре Востока. Ну, они и забили. Забилися единственный гол. Ну, вот сейчас снова сборная Востока в атаке. Яськов с шайбой за воротами, пасный пятачок. Да, это и новокузнерский мальчишка. Очень хороший, праворукий, техничный, с хорошим дриблингом. А первым номером вот сейчас в рейтинге считается Архип Николенко из Спартака. Так в первом периоде, может быть, мы его не очень видели. Но вообще в целом это действительно заслуженно. Это самый... Ну, это Крыльевский воспитанник. Он в этом году перешел в Спартак, играл в МХЛ. В первом звене даже, по-моему. Забил порядка 10 шайб. Достаточно неплохая результативность. За сборную привлекался несколько раз. Я бы не сказал, что он на сегодняшний день сильнейший в своем годе. Но очень сопокатил. 12-й, да. И 24 очка у него в 47 матчах в сезоне. Достаточно хороший результат для мальчишки этого года. Он, по-моему, один из лучших по этому показателю среди своего года. Бежит за шайбой Орлов в свою зону. Пытается его Свечников догнать. И прижимает к борту, отбирает шайбу. И вот еще одно удаление. Еще одно удаление. Снова сборная Запада окажется в меньшинстве. И снова Свечников, который уже двоих в первом периоде отправил на скамью. Оштрафованных. Вот сейчас. Да, Женька, он и привлекал за сборную 95-го года в этом году. Ездил на юниорсиках мира в Сочи, где, к сожалению, наши ребята заняли лишь четвертое место. Но, тем не менее, видите, он своей активностью заставляет Запад капитулировать. В какой-то степени удаляться. А вот по 95-м году на чемпати мира, может быть, он не так был заметен. А вот здесь выглядит один из лучших пока. Ну, у него роль была немножко другая. Он играл на третьем-четвертом звене. Им нужно было нейтрализовывать. Им нужно было играть от обороны. Поэтому, может быть, не набрал нужное или желаемое количество очков. Но, тем не менее, он смотрелся довольно-таки неплохо за ребят на год старше. Егор Орлов из московского «Динамо». Получает две минуты. И это уже пятое большинство «Востока» в сегодняшней встрече. Дергунов выиграл в бросовании. Это представитель Новосибирска. И вот начал я обращать с конца первого периода внимание на то, что встает он на вбрасывание и постоянно их выигрывает. У нас нет такого сейчас процента, который мы могли применить. Но... Да, статистических раскладок у нас нет. Но, да, мальчик очень неплохо играет на сбрасывание. Надеюсь, он так и будет продолжать дальше. У нас центральная подача, которая выигрывает в сбрасывании, не так много. Нет, вот, кстати, по первому периоду есть. Четыре из пяти он выиграл, да. Четыре из пяти выиграл в первом периоде. Но вот сейчас во втором тоже один результат. Восток с шайбой за своими воротами. В большинстве по-прежнему они находятся, входят в зону. Это, слава Дергунов, он здесь попытался обыграть защитника. Не получилось. Ну, сваливаются на индивидуальную игру. Ребята хотят себя показать. Поэтому генеральный менеджер все это прекрасно понимает. А мальчишки все равно ездят из кожи вон, чтобы себя показать. Страдает, страдают командные действия. Ну, советовали Ваню, может быть, что-то в этом смысле? Старайся играть на команду или что-то еще? Это всегда, это прерогатив, потому что хоккей – командный вид спорта. Здесь результат команды превыше всего. Иван Николишин в меньшинстве сейчас занимает свое место в этой четверке западной сборной. Бросок от синей линии и шайбу у Максима Третьяка. Вот лидерская страсть уже нагаляется. Что-то не поделили Цветков с Лазарем на пятаке. И уже словесная перепалка даже пошла. Очередной бросок от Насыбулина. Казанский защитник, который вот так стабильно занимает место здесь по центру на синей линии в большинстве. Да, и такой он очень настырный, очень боевой. Кому-кому, а вот ему не занимать характера такой бойцовских качеств. Им все равно, какой перед ним соперник в росту весовых показателей. Это Лазарев. Очень самотвержный парень. Да, вот казанское звено как раз и на розыгрыше сейчас находится. Лазарев, Протопович. И разумняк вышел с ними, 44-й номер из Слава Отвилаева. 10 нападающих у Востока, в связи с тем, что не доехали игроки. А вот обратите внимание на обороняющуюся четверку Запада. Очень неплохие здесь два нападающих. Из... 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 Извини... Уже вышел Орлов, вот Кузьменко Шайбе. Это воспитанник армейцев, московских армейцев. Принял удар на себя, но, к сожалению, существует проброс. Да, до красной линии выбрасывал он Шайбу и в итоге выбрасывали сейчас в зоне Запада. А вот Кузьменко ушел, да, все равно на скамейку? Я думаю, сейчас студии попробуют его вернуть. Не попробуют, а должны вернуть. Да, да, Лантьман вот вытащил со скамейки запасных, возвращается снова на лед. Хитрили игроки Запада, выпустили другого игрока. А, да, да, да. Ну, пользуются, да, может быть, те, кто судей не знает. Здесь кто? Вышел вместо 95-го, вышел 33-й. Вот так, да, кончилось? Да. Это у нас Игумнов, это представитель московского «Динамо». Восток по-прежнему в зоне соперника, здесь неточная передача. Перехватил шайбу Кадола. Кадола, как раз, шайберки. То есть, хорошая работа руа рук, ног. Вообще, такой он думающий мальчишка. Довел шайбу до угла зоны соперника. Здесь в борьбе с защитниками Востока шайбу сохранили, но вот дальше пасный пятачок там. Да, там неточная передача, перехват и контратака. Хорошо, что успели вернуться в оборону. Свечников снова здесь пытается отобрать шайбу. У него это получалось, и он так вот заставил Орлова удалиться. И вот здесь можно было дать удаление уже Свечникову. Цеплял он явно Кустермана. Ну, в итоге шайбу удалось отобрать. Правда, не очень надолго. Тут еще пара падений. Сколько много брака, сколько желаний, сколько много брака у мальчишек. Игумнов. Нет, это Вовченко. А, да. 50. Это Вовченко тоже представитель Северстали. Очень хитрый, праворукий нападающий, который в этом сезоне играл постоянно в молодежной команде Северстали. И достаточно успешно в первом звене играл. И очков набрал достаточно много. И сборную поставлял, он привлекался. Могу уточнить, Игумнов 57 матчей и 9 заброшенных шайб, 11 передач за Алмаз Череповецкий в этом году. Николишин под бросок и здесь готов к этому. Другой Егор Геенко бросал, тоже представитель Красной Армии. Восток шайбы и выходит из своей зоны Яковлев. Пас на Фазлеева. И вдвоем здесь они оказываются. И над клюшкой проскочила шайба. Не гадает немножко прочности в завершении ребятам. Нервничают, переживают, волнуются. А вот выход 2 в 1 с догоняющим. Смогут леди подключающиеся. Ну и в итоге бросок состоялся. И там практически скоростные линии уже вытащил шайбу Насибулин. После рикошета от вратаря. Она туда готова была залететь. Но сумел защитник подстраховать своего голкипера. Ну и начал лагеризаться запад. Стали появляться моменты. Ну и вот еще раз эта атака. И вот Насибулин вытаскивает шайбу оттуда. Вот почти из ворот. После броска Вовченко. Был проброс в исполнении восточных игроков. Брасывание в зоне в желтой форме. Еще раз напомню. Вот Архип Николенко вышел у нас за 61 номером. Ну давайте посмотрим внимательно на него. Пока что бежит. Пытается догнать. Свою оборону и лекарство. Здесь бежал Шустерман назад. Дервук набрасывает там. На пятачок выскакивал Болтанова. Дервук это воскликно не помнюского хоккея. В последнее время стал привлекаться в сборную. Да он, конечно, очень уверенно и неплохо выглядел. Дергунов перехватывает шайбу. Передача дальше на Болтанова. Болтанов шайбу удерживает в сторону ворот. И после рикошет шайба вылетает на площадку. Команда востока достаточно крупные такие ребята. Большие, все с хорошим катанием. Умеют шайбу корпусом закрывать. Габаритные. Очень тяжело в позиционной обороне приходится запутать. Ну еще раз повторил этого эпизода, когда шайба в сантиметрах. Да, тут можно было делать видеопросмотр. Друзья, они еще просто в силу неопытности не умеют обращаться к судебам. Да, шайба по мне так похоже пересекла линию ворот. Марин. Передача в среднюю зону. Здесь ее перехватывают. И Кляузов из «Витязи». Кляузов, да, тоже играл. Долгое время играл в ЦСКА. В этом году перешел в «Витязи» и играл в «Чеферских» в «Витязи». Весь сезон очень неплохо и успешно играл. По правой приехал сюда на этот матч. Кадула с шайбой. Ну и вытесняет его в среднюю зону. Приходится выходить туда всем. В средней форме Фальковский встречает его. Группный, габаритный, защитный какой, да? Это у нас белорусный. Бульбаш такой настоящий. Ну вот и начали они так толкаться сейчас. Один попал в поцеловой прием. Тут же Протопкович вот ответил в средней зоне. Немного заводится периодически. Конечно. Ну что, молодые ребята-то амбициозные. Проигрывать никто не хочет. Еще силовой прием. Сашка Чирва, да, здесь Спартаковский. Праворукий крайне нападающий. Ошибки немножко сенелениями. Перехватили. Это Галама. И Слована. Ну вот у него шайбу также отбирают хоккеисты Восток. И бросок поворота Максим Третьяк. Это Лазарев бросал. Он является одним из лидеров казанского Акбарса с 96-го года рождения. И вообще здесь казанцы представлены очень большой плеяды хоккеистов. И школа у них работает очень здорово. И много их ребят привлекается в сборную. Так же, как и представители Красной Армии. А вот у нас выход. 2 в 1. Сумеет реализовать запад или нет? Это Кузьменко с шайбой. И Николишин слева. Не прошла передача. Егор Агиенко подключался. Не прошла передача, да, от Кузьменко на дальнюю штангу. Снова Кузьменко там за воротами. Сейчас пас перехватывает от передачи Фазлеев. И выбрасывает вот так подальше в среднюю зону. Здесь Агиенко. И... Но Кляуза у Кляуза дальше в зону. Вот и зрители включились. Начали требовать шайбов. Интересно, за кого они болеют? Николишин. Убрал под себя бросок. И не удержал в ловушке на виске. Хороший бросок. Не умел контролировать шайбов. Но Климиня прошла в высший ворот. Интересно, за кого зрители здесь болеют? За запад? Как представители Донецка. Я думаю, что есть здесь один представитель Украины. За него они болеют. Он играет как раз за запад. Наверное, так. Свечников. Вот во втором периоде, может быть, так чуть менее заметил, да? Свечников. Ну, немножко, может быть, подустал чуть-чуть. Несколько энергии. Как в первом периоде. И поэтому не так бросаются в глаза. А мне кажется, украинскому зрителям-то вообще болеть-то за обе команды положено. Там, там, желто-блокидный. Максим Третьяк, вот пока мы смотрим повтор броска. Максим Третьяк катит на скамейку запасных и меняют вратаря. Тренеры сборной Запада и Максим Сидоров из Ярославского локомотива появляется сейчас на площадке. И вот еще раз повтор броска Ивана Николаевского локомотива. Длина Сидоров в воротах будет. На самом деле, очень хороший перспективный воротах. А вот, кстати, еще раз. Вот этот момент, когда... Ну-ка, ну-ка, еще раз прокрутят нам его, посмотрим и поближе. Ну, вот, все-таки, все-таки не было. Не было, да, но, да, они все-таки успели. Успели, так что... Ну, раз уж не считали, значит, что сейчас придется откручивать, перекручивать и время назад. Ну, тем более, никто вроде бы и не спорил. Все согласны. И прям продолжается 1-0, ровно середина второго периода. Максим Сидоров, представитель Ярославля, в воротах. Мы видим, Павел Анатольевич Баулин, да, что-то объясняет, что-то втирает ребятам. Тренер сборной 96-го года, также тренером является в ЦСКА 96-го года. И его воспитанников достаточно много, причем не только в ЦСКА, но и те ребята, которые не подходили в клубы, тот же, допустим, Кляузов, да, ушел. Витязь, тоже представитель ЦСКА, тоже по предварительствам Павла Анатольевича Баулин занимался. И этот тренер выпускает... В этом году стал чемпионом России по своему году, выиграл в ЦСКА. Выпускной год стал чемпионом России, и все ребята получили их кандидатов в мастера спорта. Анатольевич Баулин, да, после этого. А так вообще есть перспективы Баулин дальше в юниорской сборной? Ну, он до сих пор и продолжает являться тренером сборной. Ну, до 17, да. Да, а там дальше видно будет, это уже, где будет зависеть от предложений, которое ему поступило. Но тренер доказал свою состоятельность, и не зря столько его воспитанников сейчас вот востребованы на этом драфте. Мне кажется, они запад скандируют, да? Болельщики, которые здесь собрались. Такой целый сектор в желтой форме, с надписью Украина. Ну, желтый за восток-то должен быть. Да, они вот такой, что за запад, с западским делаются. Не подготовил, не тот свет на деле, на себя. Шустерман там чуть было сейчас не обокрал. Дрока сборной восток. Невысокого роста защитника, но вот такой достаточно активный. Вот момент, и не забивает Павел Красковский из Ярославля. Но очень эффектно все. Как здорово делал это, Пашка, да? Все, смотрите, в коротком расстоянии, все равно развернулся на 30 градусов. Чуть-чуть не хватило ему, да? Снова он с шайбой. Сейчас там спорта отобрали они у защитников. И вот еще момент. Просок. И выручает Новицкий. Вижу на высоте воротарь востоком. Да, ну и вот второй период у нас уже нет такого преимущества, какое было у восточной команды в первом периоде. И есть шансы сравнять счет. Так, и Судья здесь вмешивается. У нас там винты в ворот. Отличная смена сборной Запада. Да, вот сейчас поджал немножко. И вот как все происходило. Красковский здесь пользуется ошибкой. Ну, вот там Братарь Клюшко все-таки задел, да? Пока Красковский разворачивался. Сосин Насыбуллин какую великолепную передачу отдал сопернику, да? Да, да. Жопошный пас. Вот так? Да, это так называется. Это отрывает руки в большом хоккее. Брасывание в зоне Востока. Кадола на точке против Протоповича. Выигрывает Протопович. Очень крупный габаритный мальчишка Протопович. Кроворуги такой окаянный. В углах очень хорошо работает с шелком. И сбрасывание играет. Здорово. Ну, кто это у нас так выскакивал? Это 70. Как-то не видно. Как здорово делал. Это 4-й номер. Это, кстати, не Кременко. Вот тот самый из Хальчева. Динамо Харьковского. Хорошо делал. Ну, вот по вбрасыванию, кстати, на данный момент 21-14 в пользу Востока. Что длинное. Ну, почти. Ну, не в два раза, но такое серьезное. Еще одно вбрасывание за Протоповичем остается. Там шайба Валенцов подхватывает. Протопович. Вышел из своей зоны направо. Ну, здесь жестко играет Егор Агиенко. Отбирает шайбу. Переводит своего партнера по... ...позлину Квиткову. Долго немножко защитничка наша водит за шайбой. Это они бы насмотрелись где-то. Утарших товарищей. Что? Долго держать шайбу? Да. Начинать атаки. Опасный гол, да? Да. Забил гол. Шайба в оборотах. И гол забил кто? Да, похоже, Капитан Запада. Иван Николишин. Иван Николишин становится автором этой шайбы. 1-1. Счет в игре сравнивается. Ну, очень здорово исполнил здесь крайний нападающий. Убрал под себя защитника праворуки. Выбрал великолепную передачу на чеках. Это кто это у нас интересный был? Это Волбовченко был, Данилов. Ну, вот повтор. И это Чирова. Входи. Да, Чирова. Чирова по левому флангу. Да, Чирова по левому флангу. Да, Волбовченко здорово убрал, отдал великолепную передачу. Ну, вот мы говорили о Протоповиче, но он Николишин-то от Протоповича там бежал. И из-под него, надеюсь, этот бросок. Игра. Да, 1-1. Да, счет. Счет равный. И все начинается заново. Как мы и предполагали. Запад добавил во втором периоде. И теперь выравнив положение уже. А вот почему такие качели? Почему в первом периоде вас так настолько сильнее? Ну, вообще в юношеском хоккее это нормальное явление. Эмоциональный фон очень быстро поднимается и падает у мальчишек. И поэтому такие вот перехлесты получаются по игре. Очень сложно контролировать эмоции свои в этом возрасте. Поэтому и такие счета непредсказуемы. Поэтому люди отыгрываются с 0-5. Смотрите, молодежь чемпионат мира. Наши отыгрались у канадцев. С какого счета? И еще в момент убегает. Ну, там догнали все-таки, да? Догнали. Это, представить, как здорово. Какая хорошая длинная передача была от защитника. И Кляузов как сохранил. Несмотря на то, что его атаковали. Защитники слева, справа. Сумело стоять на ногах и произвести бросок. Продолжает там Кляузов бороться. Дальше Кузьменко. Бросок с острого угла отбивает. Насыбуллин, Шлябовский, Тачка. Еще бросок и гол. 2-1. Андрей Кузьменко. И Кузьменко, да. За запах пока только ЦСКА забирает. Но это пока. Здесь надо отметить всех ребят. Атака началась с первого передачи от своего лицевого борта под дальнюю синюю линию. Потом Шустерман здорово набросил на ворота. И Кузьменко великолепно сыграл на добивании. Ну, по-другому расходится, да, ребята у нас? Показывают хорошие какие-то. Бросок Шустермана. Ну и дальше там Кузьменко. В окружении вроде бы троих. Но все-таки добирается до шайбы. И дальше отправляет его в ворота. 2-1. И запах. Две шайбы в течение где-то минут трех. Отправляет ворота Вячеслава на риску и уже владеет преимуществом. Ну, вот еще одна здесь ошибка в собственной зоне. Разумняк не сумел шайбу остановить. Немножечко засуедились ребята из Востока. И поэтому идут такие вот ошибки абсолютно невынужденные. Ну, я думаю, сейчас тренер, это опытный тренерский штаб. Они подскажут, что нужно делать так. Ну, а что можно сказать о Сергея Бажухина, который... Ну, знаете, результаты команды говорят за тренера в первую очередь. То, что у него команда была и чемпионом России, и постоянно играет в финалах. И самое главное, что она дает очень много мальчишек из школы. Вот именно этого года выходит дальше в команду мастеров, в молодежные команды. Это и говорит о том, что тренер умеет работать, знает, как работать, правильно работает. И у него мальчишки развиваются, растут. Дай бог, чтобы у нас побольше таких тренеров. Ну, а вот теперь удаление у сборной Востока. И отправляется 35-й номер. Это Андрей Дергюнов из Сибири на 2 минуты за подножку. Ну, а к воротам рвался Вовчин. Андрей Дергюнов, да. Выглядит остаток вот таким приемом. Вот мы видим двух представителей тренерского штаба Запада. Александр Гаданюк и Павел Баулю. Александр Гаданюк в прошлом великолепный защитник киевского Сокола. Поиграл в МХЛ не один год. Сейчас работал, до этого года работал с киевским Соколом, с юниорской, с молодежной сборной Украины. И с будущего года будет руководить дочерним командой Донбасса. Кому-моему, Красная Гвардия назвали. Молодая Гвардия, да. Назвали команду, да. Он будет главным тренером Молодой Гвардии. Ну, такие матчи будут. Молодая Гвардия против Красной Армии, например. У нас мы возвращаемся в коммунистический строй. Нам еще Орлят надо. У нас есть Ястребы. А, ну, Ястребы уже есть, да. Надо вот еще, как я говорю, Орленок. Выбрасывание вновь за Востоком. Они в меньшинстве. Начинают. Свою двухминутку и. Да, вот пошел раскат. Раскат у команды Запада. И они начинают свое движение в большинстве. О, потеря какая. И Лазарев, гол в меньшинстве забивает Восток. 2-2. Это Егор Гиенко, к сожалению, тоже представитель Красной Армии. Ошибается, ошибается, играя последним защитником. Играя в большинстве, умудрились пропустить гол. Ну, что делать? И бывают такие курьезы. Лазарев забил свой, видишь, капитаны забили. Ну да. И за свои команды. Они вот сходили на пресс-конференцию сегодня оба. Шайба-то сошла у Лазарева. Видите, как удачно сошла и прямо между ног. Ну да. Все, что не делается. Все к лучшему. Не ожидал, не ожидал Максим Сигарова такого расклада. Ничья 2-2. Но Запад в большинстве. Так что может быть. Да, сейчас нужно искать ходы у ворот соперника. И там уже искать свое счастье. Полторы минуты им играть в большинстве. Но вот здесь Вещенков в шайбу вроде бы выбросил. Она останавливается. Штанга там была. Опять же, вот тоже такие вот нелепые детские ошибки. Шайбу у тебя на крюке. Выкидывай ее из зоны. Выгонщинский играть. Не выкинул. Получили чуть ли не гол. Штангу попали. Вот он снова упал. Теперь выбросил шайбу со второй попытки. Фазлиев бежит с ней. Один в один будет обыгрывать, наверное, нет. Сбросить. Шустермана попал. Николенко. Шустерман у нас, смотрите, он везде успевает. Молодец. Шустрый? Да, от слова шустрый. Николенко. Шайбы, передача в центр. И пас хороший выручает Новицкий. Потерял он шайбу из вида. Как здорово сыграли. Да, вот еще Аркет поехал бы на добивание бы. Был бы так, позлее немножко бы успел бы добить эту шайбу в пустые ворота. Так здорово делал. Не доработал до конца момент только. Игумнов бросал. Вот эта московская связка. Хорошо разыграли они. Еще есть время в большинстве. Немножко их 5 секунд. Нет, нет, нет. У нас вот стабло, которое висит, возникли проблемы. А так еще 20 секунд играть. Да. Николенко шайбой. Николишин. Дальше на синюю линию. На Диенко бросок. И это у нас был Орлов. Леворубий. В девятом. Вот Диенко. Последние секунды штрафного времени и Дирбунов проявляется на площадке. Как раз сразу здесь рядом с Николишином он оказывается, который бежал по средней зоне. И вот там Николишин с Дирвуком. Вот так отношений. Да, уже выясняют отношения. Игра в другом месте. Николишин продолжает говорить что-то. Все, 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 не нравится. Но это хорошо, когда есть эмоции, когда они безразличны. Это самое главное. Ох, какая же хорошая передача. Немножко они находят обрисавших. И в большинстве сейчас окажутся вновь в Запад. Отложенным штрафом они пользуются. С пустыми воротами продолжают атаковать. И владеть шайбой в зоне соперника. Это Кузьменко. Николишин налево не получается перевести шайбу. И, ну, пустые ворота вряд ли это перетит. Но, тем не менее, у Запада есть еще возможность войти в зону и реализовать. Видишь его? Католан. Прошел по средней зоне. Дальше там по правому флангу. А вот тут двух удалений не будет сразу. Нет, здесь удаления, на мой взгляд, не было. Просто физически посильнее оказался игрок. Востоке, чем Катол. Это, по-моему, Болтанов. Удаляется Болтанов. Да. Удаляется Болтанов за нарушение, которое чуть раньше. Совершил. И во втором периоде по количеству штрафа получается, что... Сравнялись, наверное, или нет? Ну, вот одно удаление было у Запада. Ну, соответственно, у Востока вот теперь. Посмотрим, смогут ли сейчас реализовать Запад свое большинство. Это у нас управлялся, как Кипр и делал, да? Это пропустить на центрального нападающего в нижнем шайбу. И дошло оно. Ну, в итоге шайба оказывается у Вячеслава Новицкого, у вратаря Востока. Игра остановлена. И еще одно выбрасывание в зоне восточных игроков. Еще раз смотрим, ну, по втору этого эпизода, как здесь все развивалось. Ну, тоже так же скакала шайба. И не очень просто, может быть, на лист ему было ее остановить. Однако себе он сделает. Таким образом добился большой паузы в этом меньшинстве. Чуть более трех минут осталось сыграть во втором периоде. 1-0 было после первых 20 минут. Ну, и вот сейчас три шайбы мы увидели. И в меньшинстве снова Восток идет вперед. Это Фазлеев бросает сам. Сидоров шайбу поймал. Рано остановил ноги. Вместо того, чтобы двигаться дальше, пытаться вылезти, он остановил. И стал искать уже этот бросок. Вратаря все видел, выкопнулся. И прямо вот попал в ротарю. Вот здесь. Ну, еще раз этот момент. Там слева Свечников был. Но сложно было взять передачу. Это все решил бросить сам. Выигрывает выбрасывание в запад. И в этом большинстве начинает выходить постепенно из своей зоны. Целепов. Несемная потеря. Это Свечников. Еще бросок и гол снова в меньшинстве. Восток завивает две подряд. И оба раза делает это вчетвером против пятерых. Евгений Свечников. За запад только Красная Армия забивает. За Восток только Акбарс. Только Акбарс. Этих представителей больше всего. Ну, здорово. Сейчас Женька сделал. Посмотрите, он как отобрал шайбу на скорости из подзащитников. Прикрыл бросок, бросил в мощном дальнем узел. Ну, оказывается, только две ошибки защитников. При игре в большинстве теряет шайба на синей линии. Сначала Егор Агненко потерял, потом Егор Аглов. Такие ошибки недопустимые. Уже у нас опять Восток впереди. Западу придется догонять. Вот два подряд было таких моментов. Сначала не забили. В защитник попал. А вратаря попал. На месте Запада, на месте Востока, может им почаще удаляться. У них так нужно получать. В меньшинстве. Да, играют. А то они в первом периоде все в большинстве. Да, в большинстве. Всего одну за дюрят. А тут в меньшинстве сразу две. Да, в равных составах они еще пока не сбивали. Так что жгем новых удалить. Рано или поздно, я думаю, что Запад разродится в большинстве. Ну, у них еще есть 50 секунд. Вот прямо сейчас на игру в пятером против четверых. И шайба не вышла. А теперь вышла. И вдвоем снова истровостанка бежит. Ну да, здесь Хорисово догонит и по сне прокурит. И теперь контратака в другую сторону. 3-2 успеет. Нет, у нее организовать. И Яськов вернулся, отобрал шайбу. Только что сбегал вперед в атаку. Вернулся назад, отобрал шайбу. Николишин сейчас в зоне атаки. И Кузьменко, Николишин. И шайба где-то там. Вот у вратаря, наверное. Да, хорошо разыгрывали. Хорошая была комбинация. Надо было завершать. Не хватило немножко силы, броска и удачи где-то. Ну, все здорово было сделано. Сейчас мы это еще раз обязательно увидим и рассмотрим. Николишин. Передача на Кузьменко. И Кузьменко. Ну, вот может быть, чуть помешали еще друг другу. Там вот... Кросковский находился. Неплохо, неплохо разыгрывали. И шайба вот там где-то на ленточке болталась. Ну, не пересекла линия ворот. Продолжается большинство сборной Запада. 20 секунд у них еще есть на реализацию лишнего. Там нет никого на пятачке. И в итоге выброшена шайба подальше. Смирнов здесь останавливает. Сидоров, простите, устанавливает ее у своих ворот. Созвучные фамилии, да? Все рядом. Кадов вошел в зону. Передача на Чирву. Последние секунды штрафного времени. Болтанов появляется и тут же получает шайбу. Видят в среднюю зону. Там слева есть Лазарев. Бросок из штанга. Да. Смотрите, как подустали. Видно, ребята, да, немножко темп бросился. Азарт остался. Уже движение уже не то. Уже видно, что подсели чуть-чуть. И в третий период будет такой, наверное, грозненький все больше. Уже ноги не бегут. Хорошо бросал поближний, да? Не попал бы Алтанова. Да, и штарг, и отскакиваешь шагу. Далеко в сторону. Ну, а вот как вроде бы молодые парни, 17 лет, а уже устают? Ну, конечно. Барселон-то уже закончен. Уже многие давно не тренируются. И я вот по своему сыну скажу, он уже больше месяца на льду не встает. Они в апреле месяце закончились. И не готовятся к этому? Да нет уже. В этом году ЕГЭ сдавать. Поэтому подготовка идет в школе уже больше. А как же сейчас, если ЕГЭ сдавать, какой-то последний звонок? Последний звонок был уже. Был? Да, уже был. А в понедельник, в понедельник уже первый экзамен по русскому языку. Так что тут событий очень много. И опять ошибки одна на другой. То есть, может, все мысли-то о ЕГЭ уже. А не о Драфте. Это тоже важное дело. Ну, такие хоккеемы, учебы, учебы. Те, зрители, тоже нельзя забыть. Наброс от синей линии. Последние минуты второго периода. Только 30 секунд остается. Яськов там очень активно проводит эту смену. В итоге удается кистам Запада шайбу отобрать и выйти из своей зоны. Вот там и Иванскому досталось. Да, пошла борьба. Не на жизнь, а на смерть. Ну, еще можно успеть бросить один раз. Позлее попадает из игрока перед собой. И... Ну, что, 4 секунды, да? Еще одно вбрасывание будет в зоне Запада уже после этого. Вот сейчас как раз тот, кто может выиграть вбрасывание, тот может утешить последний бросок. Либо это сделает от Листого Востока, либо Запад не даст им возможность проатаковать. Или Запад выиграет и бросит отсюда свою зону, да? Жалко, воротарь в ворот. Ну, это да. Можно было поменять бы, да, выпустить еще одного? Ну... Все равно не долетит Шерман. Запад заигрывает, да, просто по борту. И все, завершен второй период. И 3-2 впереди сборная Востока. Мы с вами прерываемся на положенное количество времени. Затем возвращаемся и смотрим в третий период. Далеко не прошло, но совсем скоро помещу участников первого конкурса. Сразу пусть перенос. Среди. Может, проверить? Давай проверить. Ну, какой матч достался нам с вами. И это просто сказка какая-то. Понимаешь? О, какая классная переточа. Феноменальность и Барламова. Супер-блеск. Большая возможность. И он скроет! Александр Радулов. Передача на Филатова. 4-0. Здорово. Браво, Никита. Кацин против Гарнета. Ворота в шайбах. Вот ты что-то. Вау, фантастика. Любитель силовых приемов. Один из самых жестких современных защитников. Обладатель прозвища Бум. Золотой состав. Алексей Емелин. Емелин Алексей Вячеславович. Российский хоккеист. Защитник. Хват клюшки левой. Воспитанник тольятинского хоккея. В 17 лет Алексей начал свою профессиональную карьеру в Самарском ЦСКА ВВС. В 2004-м получил вызов в юниорскую сборную России. И сразу выиграл золото на юниорском чемпионате мира. Серебряный призер чемпионата России. Двухкратный серебряный призер чемпионатов мира среди молодежи. Обладатель Кубка Европейских чемпионов. Бронзовый призер чемпионата мира 2007 года. Двухкратный обладатель континентального кубка. Серебряный призер чемпионата мира. В составе Акбарса. Двухкратный обладатель Кубка Гагарина. Чемпион мира 2012 года. Игрок команды НХЛ Монреаль Канаденс. На время локаута выступает за казанский Акбарс. Золотой состав. Алексей Емелин. Шердер. Игрок команд Атланта. Здорово. О, это гол. Игрок. Шердер. Игрок команды. Шабо незасчитано. Спасибо тому за то, что нас повесили. Моречкин применяет целомой прием. Фирмами молодец. Александр подорывается за шайбу, как и мужик. Красивейшая шайба 3-0. Евгений Малки. Местная передача. Бросок. Еще один бросок. Гол. Наив. Наивий Купа. Какое самое романтичное предложение руки и сердца? Миллион алых роз? Оставьте цветы и остальную флору для любителей футбола. Защитник бердского кристалла Борис Щедряков показал настоящую людовую романтику. Сразу после окончания матча с ангарским Ермаком он взял микрофон и сделал своей девушке предложение. На одном колене с кольцом в руках Борис показал впечатляющую результативность, оформив себе жену в актив. Осталось только выполнить хэт-трик Щедрякова. Забросить шайбу, подраться и узнать, что жена родила. И все это за один матч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, здорово, Датсу! Кра-хо-хо-хо! Вот это красиво! Ничего не скажешь, мастер Павел Датсу! Фантастика Евгелия Типки! О, Идершис! Он это сделал! Микс Идершис забил этот гол. Вот она эта красота, нянь, несуя. Нечушкин здорово! 1-0! Прекрасно сыграл Валерий Нечушкин, и слышим, ну, клич. Кокарев, Кокарев! Кокарев, вот это брал! Александр Моровичкин, и 1-0! Кокаревский бросок с касания, и 2-0! Но Александр Моровичкин оформляет у нас хит-трик. Кокаревский бросок с касанием, и 2-0! Команды в спорных ситуациях. Только капитан имеет право обсуждать принятые главным судьей решения. Отличается от других игроков своей команды наличием буквы «Си» в латинской транскрипции на свитере, на груди, с левой стороны. Капитан, как правило, выбирается в начале каждого нового сезона на общем собрании команды. Согласно правилам Международной хоккейной ассоциации, вратарь не может быть капитаном. Буква «К». Красная армия. Красная армия – молодежная команда по хоккее с шайбой из Москвы, где играют воспитанники хоккейного клуба «ЦСК», обладатель Кубка Харламова сезона 2010-2011. История команды началась одновременно с созданием Молодежной хоккейной лиги 26 марта 2009 года. После того, как Лигой было принято решение переименовать молодежные команды, чтобы в них не было двоек, указывающих на молодежный состав команд, был проведен опрос среди ветеранов и игроков команды разных лет. По итогам голосования из всех названий победила Красная армия. Как, Марек, меня эти шорты не выполнят? Нет, нет, цена не мало. А у меня как с прическом? Его прозвище АК-27 полностью отражает манеру игры. Скорость и молниеносность. Золотой состав. Алексей Ковалев. Ковалев Алексей Вячеславович. Советский российский хоккеист. Крайний нападающий. Первое время играл на позиции голкипера. Чемпион мира среди молодежи 92-го года. Наряду с канадцем Линдросом был признан на этом турнире лучшим хоккеистом. Двухкратный чемпион Советского Союза. Бронзовый призер Олимпиады. Дважды участник матча всех звезд НХЛ. Ковалев. Первый россиянин, выбранный в первом раунде на драфте НХЛ. Первый из российских хоккеистов. Вместе с Александром Карповцевым, Сергеем Зубовым и Сергеем Немчиновым стал обладателем Кубка Стэнли 94-го года. В составе Нью-Йорк Рейнджерс. На его счету более 400 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. С показателем 1302 матча занимает первое место среди россиян по количеству игр в регулярных сезонах НХЛ. Олимпийский чемпион 1992-го года. Золотой состав. Алексей Ковалев. Как смотрели хоккей в 70-х? Как смотрели хоккей в 90-х? А как смотрят КХЛ в 21-м веке? Хоккей в формате высокой четкости? Спрашивайте у своего кабельного оператора. О подвигах «Витязи» наслышаны многие. Эта команда с хорошо поставленным ударом, не имея значительных побед на льду, оказывается, установила мировой рекорд. Рекорд по штрафному времени за один матч. 421 минута стала наказанием и новой вехой в истории бокса. Хотя «Витязь» хоккейная команда, но в памятном матче «Авангард Витязь» они выложились на все 840 минут. Штрафного времени на две команды. Такой рекорд побить никакого здоровья не хватит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Буква «С» – силовой прием. Силовой прием представляет собой комплекс действий, производимых игроком в хоккей с шайбой для отбора шайбы у соперника. Игрок, выполняющий силовой прием, должен определить необходимые параметры движения и произвести физические действия, в результате которых соперник может потерять шайбу. Заядлый любитель данного приема в свое время был Дариус Каспаратис, который по этому поводу даже получил прозвище «недражелюбное привидение». Но существует и так называемый антисиловой прием, который тоже не менее опасный. Буква С. Салават Юлаев. Салават Юлаев – уфимская хоккейная команда, основанная в 1961 году и была названа в честь башкирского национального героя Салавата Юлаева. Одна из сильнейших в России. Двукратный чемпион России, обладатель Кубка Гагарина, трехкратный победитель регулярного первенства чемпионата России, обладатель Кубка Континента. Один из претендентов на Кубок Гагарина в сезоне 2012-2013. Кубок Гагарина в сезоне 2012-2013. Качество и надежность, компактность и стиль – все это от Нитон Голликс. Новый год на Кубок Гагарин в сезоне 2012-2013. Сборная Запада против сборной Востока. Два периода этой встречи позади. 3-2 впереди. Команда Востока. У нас очень попутным получился второй период этой встречи. Его команды начали при счете 1-0 в пользу сборной Востока. И вот уже команду успели поменяться ролями. Восток выигрывал, потом Восток проигрывал и сейчас снова Восток впереди. Вот так забрасывались шайбы во втором периоде. Автором первого гола этого отрезка стал Иван Николишин. Он счет сравнял. Ничья 1-1. Затем после этого Андрей Кузьменко вывел Запад вперед. Мы это сейчас все видим. Попутно скажу, что Иван Николишин самый бросающий кист в составе сборной Запада. 4 броска уже на его счету. Вот один получает результативный. В меньшинстве затем Восток. Счет сравнивает Максим Лазарев. Это делает и вновь в меньшинстве. Восток выходит вперед. Евгений Свешников становится автором третьего гола. Таким образом, за Восток сегодня забивают исключительно представители Казани. Свешников, Лазарев и Фазлеев еще в первом периоде. Ну, а за Запад сбивают кисты Красной Армии или кисты ЦСКА. Андрей Кузьменко и Иван Николишин. Ну и также отметим, что оба капитана команд успели отличиться. Как капитан Запада, так и капитан Востока провели по одной шаре. Это то, что касается голов. Ну и еще пару слов о статистике я вам скажу. Первый период при полнейшем превосходстве Востока прошел. Это было видно и по количеству бросков, по которому почти вдвое Восток превзошел своего соперника. Ну вот во втором периоде ситуация немного изменилась. 14-10 в пользу Запада и, соответственно, 26-22 сейчас впереди все еще команда Востока. По остальным моментам вбрасывание 26-22 снова в пользу Востока. То есть видите, и цифры практически те же, и преимущества на стороне той же команды. Здесь отметим мы уже Андрея Дергунова, о котором говорили. 6 из 11 он выиграл за два периода. Ну и Александр Протопович, который выиграл 12 в вбрасывании из 19. У Запада, в общем, тоже есть на кого посмотреть, на кого опереться в этом моменте. И здесь выделяется Иван Игумнов. 9 выигранных вбрасывании из 14. Ну и количество штрафного времени давайте тоже вам озвучу. 10 штрафных минут у Запада, при том, что 8 из этих 10 они получили еще в первом периоде. Ну и 6 штрафных минут у команды Востока. 2 в первом и 4 во втором. Вот такие цифры. Вот так складывался предыдущий отрезок этого матча. 3-2 впереди. Сборная Востока прямо сейчас. И третий период нас ждет довольно любопытный. Судья по той результативности, которая во втором периоде командами была продемонстрирована. Будем ждать и третьего периода. Мы не менее интересного и не менее захватывающего. Ну вот у нас уже все в сборе, все на площадке, вратарии, полевые игроки, судьи. Ну вот еще ждем мы последних секунд официального времени перерыва. Вот сейчас как только они истекут и произведут арбитры вбрасывание, которое позволит командам продолжить третий период. Ну и вот вы слышали, наверное, сейчас сирену. И Протопович выигрывает свое очередное вбрасывание в этом матче у Ивана Николишина. Ну а после этого сборная Востока попадает в положение в Ниндии. Ну пока команды раскачиваются в третьем периоде, еще пару слов скажу о самой церемонии драфта. Здесь сегодня было объявлено, я вот не помню, на пресс-конференции это, по-моему, не прозвучало, но в любом случае вот в разговорах удалось выяснить, что в процедуре драфта участвуют только игроки 96-го года рождения. Ну, я объясню, в предыдущий год, например, можно было выбрать иностранца до 21-го года, то есть и пользовались этим отличные клубы. Словат Юлаев, например, в прошлом году задрафтовал Габриэля Ландескоу Гошевецкого. Вот. В этом году такой возможности ни у кого не будет. Все выбирают только игроки 96-го года. Российских, нероссийских. Вот только этого возраста и не старше. Ох, какая здесь ошибка! Николишин и шайба в воротах! Илан Николишин. Ничья 3-3. Ну, началось все, конечно, с ошибки защитников сборной Востока, но то, что после этого сделал Николишин, это, конечно, тоже красота, и я думаю, мы сейчас этим еще насладимся. Меньше минут сыграно в третьем периоде вот здесь. Потеряна шайба, ну и то, как разбирается Николишин с футарем, это, конечно, можно смотреть и любоваться еще не один раз. И снова ничья. И снова ничья 3-3. Вот у нас команда так по очереди выходит вперед, потом догоняют друг друга. Не знаю, как сейчас будет развиваться сценарий. В игре Новицкий поймал шайбу, который летел из средней зоны. Еще одно браслуме будет в зоне сборной Востока. Ну, и еще одно изменение в регламенте драфта касается возраста игроков, до которого клубы имеют, сохраняют вообще права на этих игроков. Потому как одно дело выбрать игрока на драфте, а потом ведь можно предложить ему контракт или не предложить. И вот, например, если вы обратили внимание на последнюю трансферную новость, московский «Спартак» выменял из подмосковного «Атланта» Арсения Хацея, то есть нападающего, который и так за «Спартак» играл. И вот видели мы его по ходу этого сезона и в финале модельной хоккейной линии. То есть вроде бы ситуация странная. Хацея играет за «Спартак», а права на него принадлежат «Атланту», и «Спартак» выменивает эти права на своего же вроде бы игрока. Ну, а вот ситуация таким образом складывалась, что игрок был выбран, но контракт не предложен. А права все еще сохранялись. Вот до 20 лет теперь могут сохраняться права, если контракт не предлагается, и до 29, если этот контракт будет предложен. Ну, это вот то, что касается изменений и то, что касается драфта. Ну, и Андрей Николишин, я вновь подключаю. Да, я извиняюсь. Да ничего страшного, здесь и вам наддувался пока. Я видел, пока бежал сюда к студии, видел, видел по телевизору, как Запад сравнял счет. И теперь у нас опять ничья. Ну, красивый был-то, Андрей, надо признать. Ну, опять ошибка защитника, да? Ну, ошибка, да, но потом-то здорово с ротарем разобрался. Ну, ладно, пускай будет здорово. Или нельзя хвалить? Нет, хорошо, хорошо сыграл, на самом деле быстро сработал руками и сумел забить. 3-3 сыграно две с небольшим минутой в третьем периоде в зоне сборной Запада. Сейчас будет это вбрасывание. Максим Сидоров перед вами и Вячеслав Новицкий, два вратаря. Ну, на Западе вратари играют по половине матча. Соответственно, на Востоке Новицкий всю игру от звонка до звонка. Если ничья по итогам третьего периода, то там все как в обычной игре, овертайм, пятиминутный и потом... У нас по такому регламенту, да, играют? Да, у нас играются, вот у нас даже перерывы 17, вот как в континентальной такие-нибудь лиги. Вот Новицкому повезло как, да? Угрюмов у нас не приехал, не сумел попасть. Не посадили их на самолет, да, мы знаем эту историю. И поэтому Новицкий у нас всю игру стоит сейчас в воротах, играет в воротах. Повышает, может быть, свои шансы? Конечно, несомненно. Быть защищенным авангардом в каком-нибудь первом раунде или просто... Ну, я уверен, что авангард его защитит, потому что не так много воспитанников авангарда на этом драфте будут представлены. Трое, по-моему, или четверо. И, наверное, скорее всего... Егор Яковлев играет, 69-й номер, и Дервук, вот, ну и брата, втроем из авангарда. Удаление. Ну, похоже, у нас в плане удаления теперь прошло все в обратную сторону. Если вначале доминировал восток, а теперь запад. Ну, у второго людей два удаления у востока против одного у запада. Ну, вот сейчас еще одно. Восточное удаление. И разумняк. На две минуты за опасную игру высоко ходит и кучка. Ну, вот еще возможность поиграть в большинстве западу и в меньшинстве отличиться востоком. После тех двух удачных их попуток. Ну, 6-6 заброчных шайб мы уже видели, да? Надеюсь, что мы еще увидим. Потому что зрители все-таки... Ну, как минимум одну-то, потому что они чуть-чуть не сыграют. Хотят, хотят видеть зрелище. Масеев пытался выбросить шайбу. Неснова шайба. К нему здесь вроде бы какой-то. Наконец-то удалось, да, западу расположиться в зоне. Сейчас они попытаются разыграть лишнего. Требуют зрители шайбы. Вот бросок. Это Кузьменко бросал. Кляузов с шайбой. На передаче туда, в угол площадки. Это Кадола, Кляузов и Кузьменко. Кузьменко пытается бросить ему, не позволяет. Ой-ой-ой, как самоотверженно играет. А Свешников у нас, несомненно, является одним из лучших игроков в составе Востока. И гол забил, и, смотрите, на себя шайбу ловит, и отрабатывает, и момент создает. Так что пока до ворот, до вратаря шайба не долетела. То есть она либо выше летит, либо в кого-то из игроков Востока попадает. Ну, немножко долго, очень долго передерживают шайбы игроки от нападения. В большинстве шайб должна ходить и находить быстрыми, точными передачами открытого партнера. Все-таки один лишний. Ну и сложно все-таки. Не играли, во-первых, друг с другом, не играли теперь, допустим, в хоккей готовились к ЕГЭ все. Вот, в общем, вот так сразу в большинстве что-то наладить. Да, ну вот армейская сейчас связка вышла на площадку. Николишин, Кузьменко. Ну и Красковский вместе с ними. Это Вовченко. Да, Вовченко. Да, 55-й номер, до него Вовченко из Северстали. Ну, они вместе с Николишином в сборной играют в одном звене, поэтому, наверное, Баулин наигрывает эту связку. Вот, эй, хороший момент. В общем, не увидел шайбу за спиной у себя. Еще бросок от синей линии, снова там, у игрока. Смотрите, не щадя себя, играет. Вот опять Егор Агиенко на ровном месте теряет шайбу. То есть это у Егора сегодня... Ясков бежит, слева есть партнер. Ну, вот ничего у меня не получилось сделать сейчас, может быть, потом. Николишин на Красковского. Красковский тут уложил Яковлева. Он тут не сумел уставить в ногах. Красковский дальше вперед. Пасный мяточок там нет никого. Бросок не состоялся сейчас. Николишин и... Не затолкал. Посмотрите, какой хороший момент. Пожадничал сейчас, да? Хит-трик там уже, хит-трик маячил здесь. Невета уже забил сегодня. Маячил. Тут главная же команда, чтобы забила. Была возможность отдать на дальнюю штангу и пожадничал. Хороший момент. Но с другой стороны, надо отметить нацеленность на ворота. Лез до конца. Тут Валенцов чуть было не оставил шайбу перед своими воротами. Подустали мальчишки. Видно, что подустали уже. И поэтому так много ошибок, так много каких-то передачек. Технического брака очень много стало. А вот эти два защитника Валенцов и Моисеев, они из Санкт-Петербурга, но они из школы Нева, которая называется. Кстати, вот эта школа Нева, она на самом деле по-своему роду уникальна. Человек, который собрал это, что ли, такой, к сожалению, не помню имя, отчество, да? Вот он собрал мальчишек с района северо-запада нашей родины и из других городов. Создал очень хорошую школу. И эти мальчишки, помимо того, что они тренируются все вместе, те ребята, которые приезжие, он родителей устраивал на работу, снимал им квартиры. И тем самым дал возможность ребятам добиться определенных результатов, успехов. И команда Нева должна от чемпионата России по своему году была, по-моему, в призерах. Третьими они стали. Еще раз смотрим за моментом, который был у Ивана Николишина с разных ракурсов. Вот бросок один, второй здесь с ловушкой не прижат. Вы смотрите, как самоотверженно играет «Восток». Безкомпромиссно бьют, несмотря ни на что, сражаются. А вот в продолжении темы Нева, ведь, получается, никак не связано с командой «СКА»? Нет, никоим образом. То есть, если эти игроки будут выбираться, «СКА» их не имеет права защищать? Защищать – нет, но выбирать могут. У них есть, по-моему, какие-то соглашения между собой, но я не уверен. Но, тем не менее, там самостоятельная, отдельная школа. И у них не только один год, у них и другие возраста есть. И они очень неплохо играют на первенство Санкт-Петербурга. Они, вернее, даже у них северо-западный округ. Тоже два человека, которые могут уйти высоко, потому что их никому защищать. Ну, там еще есть Сергей Коробов, воротарь, который уже сейчас тренировался. С одной из команд под эгидой «СКА». То ли, я уже не помню, дочерняя команда, то ли команда «МХЛ», то ли высшей лиги. Очень хорошая… Коробова нет вот в этом списке, который был в рейтинге. В этого нет, он сюда не приехал, да. Ну, он является игроком сборной России 2016 года. К сожалению, в этом году у него была очень страшная травма. Он порывал связки коленного сустава и долго очень останавливался. Полгода практически был вне игры. Я, кстати, смотрел состав сборной до 17 лет, и мне вот просто интересно, потому что есть в составе сборной игроки, которых нет в рейтинге вроде бы. Соответственно, в рейтинге есть люди, которые там в десятке, а в сборной их не было. Мне вообще, на самом деле, очень интересно, кто составлял рейтинг этот. Это «Скаутское бюро». «Скаутское бюро КХЛ». Ну, у меня очень много вопросов к этому бюро, потому что, на самом деле, очень много... Хотелось бы, чтобы Николешин был повыше, да? Да нет, дело не в том, что Николешин был повыше, потому что в команде ЦСКА, в одной ЦСКА чемпионом России, которая является, 10 человек, две пятерки вполне реально могли быть вот на сегодняшней игре. А некоторые из них даже нет в списке... Нет, но если мы говорим про тех, кого сюда выбирали, то все-таки у нас есть несколько человек из ЦСКА, и хотелось бы, наверное, некого разнообразия. Понятно, что мы вот... Вот об этом-то и идет речь. Если мы хотим разнообразия, это одно. А если мы хотим сильнейших, то они должны быть здесь. Неважно, в каком клубе они играют. Понятно, что мы хотим расширять территорию, географию. Но как это объяснить мальчишке, если он играет в ромзвене в ЦСКА, и вместо него бегут, то там явно слабее мальчика откуда-то там, я не знаю, в Зурюпинске. Ну, из ЦСКА Максим Третьяк, первый в рейтинге среди вратарей. Среди полевых игроков Иван Николишин, 13-й, Егор Агиенко, 17-й, Андрей Кузьменко, 19-й. Помимо этого еще есть и Светлаков, и Силаев, и Мячес. Очень много игроков. Светлаков, 21-й. Морозов. Слепцов, 21-й. Можно перечислять и перечислять, да, есть так? Ну, да, конечно, это все публикуется, 52 человек есть в рейтинге, остальные просто вот в этих списках без... Без рейтинга? Да, без номера, то есть там 1300 человек. Ого, извиняюсь, я извиняюсь, без злобатно. Нет, я к тому, что 52 человека, они прорейтингованы, а все остальные, они вот просто вот есть в списке, из которого можно выбирать, и не проставлены в порядке в каком-то, кто сильнее, кто нет. Ну, драфт расставит на свои места, кто первый, кто второй, кто третий, уже команда была. А вот там и дело, что вот из-за возможности защищать первый выбранный игрок, он всегда самый сильнейший. Ну, пример прошлого года наглядный. Пожалуйста, у нас Александров из Крыльев, команда, которая не имела команда КХЛ, из этой команды все пошли в первом раунде в высоко очень, потому что их защищать не надо. Ну и дальше, если будем смотреть, Антон Слепышев, 2011 год из Пензы. Да, там из Пензы, да. Первый номер. В 2010-й это Яшкин. Да, так и не сыгравший ни одной игры здесь. В 2009-й это Пашнин. Пашнин был, да, самый первый, по-моему, у нас драфтованный. Ну, он единственный, кто здесь и играл, и потом и в сборной играл. А тоже Александра в прошлом году выбрали, он даже за сборную не попадал, а был первым номером драфта. 11 небольших минут играть в третьем периоде. Ничья 3-3 по-прежнему в этом матче. Гол на первой минуте мы увидим. Ну, вот дальше эти цифры не изменялись. Запад в атаке. Ну, вот уже пошла такая тягучая, тягучая игра. Смотрите, да, у нас. С обоюдоострыми моментами. Силовой прием такой на синей линии. Да, в исполтении Егора Гиенко. Этот мальчишка может врезать очень хорлично. Хорошего физически сложенный, крепкий, с хорошим катанием. Правда, сегодня у нас он уже ошибся пару раз. Ну, сегодня считать ошибки, то у всех, наверное, что-то можно найти. Ну, те, которые привели голу, они наиболее наглядны. Ну, да. Ну, конечно, возле своих ворот. Последним игроком обыгрывает, да? Ну, да. Болтанов. Хорошо раскатился. И с броском, к сожалению, шайба вышла выше в ворот. После подставленного к уличу защитника игрока с запада. Ну, и вот он, Артур Болтанов из Магнитогорска. Нападающий. Вообще-то довольно забавно. Вот если из Челябинска не приехали, то не приехали все. А из Магнитогорска, например, один человек приехал. Артур Болтанов. А Каменев не доехал. Да, челябинских мальчиш тут не хватает. Там есть яркие игроки. Там и Зиновьев. Да, и Зиновьев, вратарь Угрюмов, и защитники. Микулой, Сергеев, Жульдиков. Я вот посмотрел статистику МХЛ из тех, кто сегодня представлен. Самый результативный – это Кирилл Пилипенко. Да, он, к сожалению, травмирован. Он здесь, он присутствует, но не играет. Он сам с Екатеринбурга играл в «Автомобилисте». И в этом году перешел в «Московское Динамо». Да, и за «Московское Динамо», за «ХК МВД», как это называется. Да, он играл за… 28 очков. 18 заброшенных шайб, 10 результативных передач в 48 матчах. Причем он был по-настоящему или одним из лидеров команды. Протопович в средней зоне. Очень взаеобразно нападающий. Игуменов его встречает, и в итоге шайба потеряна. Шустерман за своими воротами. Галам, ну вот ошибается, здесь свеженька шайбу перехватывает. Опять, видите, ошибки какие. Ошибки на ровном месте в своей зоне такие непростительные. Вот опять ошибки. Галам, он там потерял у себя, здесь перехватил. И бросок последовал. Новицкий выручает. Хорошая была атака, и бросок сходу. Воротарь здорово здесь играл. Ловицкий молодец. Снова Галама. Интересно, они вообще находят общий язык-то, потому что Галама словак. Ну, если язык хоккей, то он уже един. Плюшка, шайба, передача, бросок, гол. Если владеешь этим языком, то найдешь общий. Ну, Галама так в первом периоде получил удаление. Вот сейчас... Ну, смотрите, разыгрался, у них довольно неплохо получилось. Две такие очень хорошие, добротные комбинации, которые дошли до броска. В зоне сборной Востока вбрасывание. Сейчас мы с вами увидим. Дергунов встает на точку со стороны Востока. Николишин от запада. Напротив него Николишин это вбрасывание выиграл. Сразу же после этого бросок от синий, но не точный. Разумняк шайбой. А то, что Востока меньше сегодня просто количественно, это может повлиять сейчас, например, в третьем периоде, что они больше устают? Ну, на самом деле, вот видно, да, скорости немножко упали. Мальчишкам тяжело. Видно, что давно не тренировались. Конечно, лишние силы, лишний игрок – это подспорье вот именно в этой игре. Когда в сезоне почти все команды играют, трезвенно очень редко кто играет. Ну, а «Спартак» как играл в этом сезоне, да, в молодежной лиге, когда там их на три пятерки-то не набиралось. Да, маленькое количество мы играли. Вот смотрите, как здорово разыгрывают. Клялся. Отбирает у него шайбу Яковлев. Судьи с нарушением правил был удар по рукам во время броска, и теперь Запад будет иметь возможность реализовать лишнее. Вот еще один Егор Яковлев в российском хоккее. Это помладше из «Авангарда». Да, это председатель «Авангарда». Шайба за «Западом» остается после этого вбрасывания. На синей линии там Шустерман. Передача налево. Бросок и... Забивание на пол шайбу. Сумели выкинуть, выбросить шайбу сейчас игроки. Вот так, смотрите, как здорово Сидоров играет. Он очень хорошо играет. Прямо на своего одноклубника, на Красковского. И Пашка затащил с дому шайбу, сохранил ее там. И отдал передачу. Связка сработала ярославская. Наигранная. Наигранная, да. Вратарь нападающего. А это «Орлов». Смотрите, сколько раз ошибаются защитники. Много. Но это все от большого желания. От того, что хотят как можно лучше сделать. Так, ну здесь сам упал. Ну какое, такое падение-то очень болезненное. Это Кадула у нас. Наступил на клюшку. Пока никак не удается встать в зоне соперников игрокам Запада. И реализовать численное преимущество. Минуту сыграли. Еще минута остается. Снова Красковский здесь. Да, все равно, смотрите, вытащил шайбу. Орлов налево, Шустерман направо. Кадула в центр. Бросок над перекладом. Здорово разыграли. Да, это Бовченко был на острие на завершении. И Свечников в меньшинстве опять бежит. Там судья немного помешался. Вот там Фазлеев подкатывал на помощь. Но Свечников уже за воротами у борта. Двое его встречают. И двое не могут его остановить. И вот Фазлеев бросок в итоге наносит. Свечников снова здесь. С шайбой уже вездесущий. Да, и не расстается с ней. И вот тут. Зарабатывает удаление. Да, сразу двоих столкнул игроков Запада друг с другом. Сам тоже не устал в ногах. Но в итоге все-таки две минуты. А кому вот из них выписывают? Это Шустерману? Это по-моему, да. Кто ловил? А, это Шустерман двоих поймал. Своего и чужого сразу. Ну, теперь в ответочку. Теперь посмотрим, что сможет сделать Восток. Играя в неравных составах. Играя в большинстве. Да, но сейчас они в 4 на 4 начинают. Там еще есть штрафное время Егора Яковлева. Не израсходованное. Так что пока 4 на 4. Восток в зоне соперника. И вот сейчас выходит Егор Яковлев на площадку. Так что большинства минута 40 у восточной команды еще будет. Ну, вот Николенко с Шаевой. Николенко, да. Николенко, да. Ну, а как вот вообще про рейтинг начали говорить? Николенко действительно первый в рейтинге? Ну, по своей игре. Он очень неплохо начал сезон в Спартаке. Играл в первом звене. Забил, по-моему, 8 голов. И в большинстве выходил всегда. У него очень хорошие, быстрые руки. Неплохой бросок под воротами играет. А на основании чего делался рейтинг? Он вызывался в сборную. Но, к сожалению, получил травму. И на последних двух турнирах уже не играл за сборную по своему году. Но неплохо выступал за свой клуб, за Спартак. Высокий, габаритный пацан. Я говорю, кто составляет рейтинги, это надо у них спрашивать, чем они основывались. Потому что у нас есть и тот же Свешников, да, есть Алексей Слепцов в ЦСКА, есть Андрей Свешников. Свешников номер 2. Второй, да, в рейтинге? Ну, те же Казанский там и Лазарев, и Фазлеев, и Протопович очень сильные ребята. А сейчас Максим Сидоров номер 2 в рейтинге вратарей совершает отличное спасение. Своя команда здорово в большинстве здесь разыгрывали, восточные игроки, но... Да, выводили на дальнюю штангу. Очень опасный момент был. Вбрасывание за западом. В этом меньшинстве и около 50 секунд им еще обороняться вчетвером. Валенцов в своей зоне. Передача на Лазарева. Лазарев выгумно, вот он сам так еще не уткнулся, но шайбу сохранил для своей команды. Валенцов в среднюю зону передачи. Протопович не глядя за спину и перехватывает эту шайбу Галама. И спокойно отправляет ее в зону соперника. 20 секунд еще на большинство у Востока. Насыдулин по левому флангу. Протискивается. Добрался до угла зоны нападения. Но здесь шайбу сохранить не будет. Выход в меньшинстве. Вовченко будет обыграть этот бросок. Новицкий. Новицкий на месте. Но вот здесь уже подбирают шайбу Кадола. И Запад в полном составе. Кадола по-прежнему с шайбой. И почти бросок. Там был рикошет. Направление ворот, рикошет. И уже Красковский борется за воротами соперника за эту шайбу. Кадола снова продолжает в зоне соперника находиться. И снова там шайбу забрасывает за чужие ворота. И вот здесь есть возможность еще побороться. Может быть и до броска дело довести. Вот пас снова на Кадола. Красковский налево не прошла этой передачи. А так придумал. Хорошо задумано было. Да, искал Вовченко на дальней штанге. Технически не удалось выполнить. А и задумка была великолепная. Возлеев эффектно пытался войти в зону. Сидоров за воротами шайбы. Останавливает. А пас вот на Красковского. На этот раз связка не сработала. Уже устал Красковский. И поехал меняться. Не заметил этого Сидора, когда принимал шайбу. Восток в атаке. И потеряно шайбы Ясковым. Николишин. Нашел в зону. Кузьменко бросок. Штанга. Да. Еще пас на пятачок. В упорный гол. Да. 4-3 за 2.50. До конца третьего периода. Ну и возможно это уже победная шайба. Кто его знает. Но хорош комбинацию. Великолепная передача из-за ворот. И Кузьменко. Кузьменко наконец-то находит щелочку. Столк Цинска. Кузьменко и Николишин забивает за запасы. Кистой Красной Армии. 4-3. 4-3, да. Да. Ну и Андрея Николишина я отправляю снова вниз. Для приятных церемоний награждения. Спасибо большое. Спасибо вам за участие. Было очень много интересной и полезной информации в эфире. Андрей Николишин отправляется вниз. И его мы сегодня еще увидим на церемонии награждения, которая будет завершать эту игру. Ну и у нас чуть меньше трех минут до конца третьего периода. У сборной Востока есть возможность сравнять счет. Но для этого им необходимо приложить все усилия. Может быть мы с вами увидим там тайм-ауты и замену вратаря на шестого полевого игрока. Но пока что 5 на 5. Восток идет в атаку. В зоне соперника они находятся. Яковлев там за воротами. Шустерман его уложил на лед. Но Шребе по-прежнему восток не расстается. Это Дергунов. Наброс от Синий. И Сидоров Шреб вылавливает. Еще одно вбрасывает. Бросал Валенцов по воротам. Или в сторону ворот. Вот он Владислав Валенцов. Отправляющийся на скамейку запасных. Протопович на точке. И выиграл вбрасывание. Сам же чуть было не бросил. Но там скакала шайба. Не сумел он по ней попасть. И быстрый ответ запада сразу же. После этого Красковский смещается в центр. Насибулин этот бросок ему налисти не позволяет. Последние две минуты этого третьего периода на табло. Свешников шайбы. Пас налево. Лазарев направо. Там накатывал на дальнюю штангу Насибулин. Защитник подключился к этой атаке. А вот здесь уже быстрый ответ запада. Насибулин успевает сыграть уже и у своих ворот. Прерывая передачу Кадолы. Из-за ворот пас снова на Кадолу. Бросок. Рикошет. Выше ворот шайба летит. И выше стекла заградительного так же. Ну вот можно и порисовать что-нибудь пока хоккеисты меняются и готовятся к следующему вбрасыванию. Которая вблизи ворот Вячеслава Новицкого будет назначена. Сергей Бажухин. Главный тренер сборной Востока. Минута 27. Есть еще у него и его хоккеистов для того, чтобы выровнять ситуацию. Но пока что игра вблизи ворот Востока проходит. Удается сейчас выйти из своей зоны. Лазарев по левому флангу. Не удалось там расположиться в зоне и довести эту атаку до завершения. Лазарев просто сейчас через вброс действует. Но вновь с тем же самым результатом. Снова приходится катиться на свою половину поля. Подбирать шайбу там. Новицкий уже на границе воротарской площади располагается. И смотрит на скамейку запасных. Надеждит, что сейчас поступит сигнал для его замены. И вот он активно там поднимает клюшку. 30 секунд с небольшим остается. Но так и не меняют вратаря команда Востока. Более того, запад снова идет вперед. Это Кузьменко. Но в итоге теряет шайбу Кузьменко. Насыбуллин по борту на Лазарева. Лазарев на противоположный фланг. Там Валенцов. Снова Новицкий поднимает клюшку. И вот теперь получает сигнал о том, что необходимо ему поменяться. В 6 человек находятся на площадке игроки Востока. Ворота пусты. Шайба летит мимо них. Это проброс. Но всего 7 секунд остается до сирены об окончании третьего периода. Давайте так ее вот сейчас назовем. Потому что 7 секунд – это достаточное время для того, чтобы выиграть вбрасывание и бросить поворот. Тайм-аут показывает один из главных арбитров. Ну, я думаю, что этот тайм-аут берет команда Востока. Да, именно это нам сейчас и подтверждает Диктор по арене. Ну и вот Павел Баулин вместе с Гадынюком также сейчас что-то рассказывает своим игрокам. Причем там именно Гадынюк выступает в качестве более активного спикера. Ну и Бажухин здесь же. Ну, тут, в общем-то, что особо скажешь. Надо выигрывать вбрасывание и выводить кого-то на бросок. Очень активно с Насибулиным общался сейчас Бажухин. Может быть, вот на этого защитника будет возложена миссия нанести решающий выстрел, если, конечно, до него шайба дойдет. Насибулиным на синей линии в шестером сборная Востока. Ворота пусты. Ну и самое важное вбрасывание Протопович против Николишина на точке. Лайнсман там отгоняет Кузьменко за круг вбрасывания. Выстраивает плюшки хоккеистов. Протопович вбрасывание выиграл, но там Дирвук завозился. По борту шайба отправлена. Ну и за воротами время идет. Все, звучит сирена. Завершающего броска мы так с вами и не увидели. И таким образом сборная Запада одерживает победу в этом матче со счетом 4-3. Ну, довольно увлекательный поединок с вами мы посмотрели. Смотрите, по какому сценарию разворачивались у нас здесь события. Сначала гол Востока, затем Запад сравнивает, выходит вперед 2-1. После этого Восток снова выходит вперед 3-2. Ну и в итоге победу одерживает именно Запад. Так что не просто победа, а волевая победа. Я не знаю, дважды волевая победа, если хотите, потому что дважды они выходили вперед. Ну и так же, как и в прошлом году, сейчас будут награждаться лучшие игроки по итогам этого матча. В прошлом году по три хоккеиста с каждой стороны были названы. И они получили индивидуальные призы. Давайте посмотрим, кто здесь и сейчас. Максим Лазарев в команде «Восток» становится лучшим игроком этого матча. Ну, в этом году по одному, видимо, да, решили выбирать. Ну и что, капитаны команды Максим Лазарев со стороны Востока и Иван Николишин со стороны Запада. Ну и Иван Николишин получает приз в том числе и из рук своего отца. Фотографирование на память, но, видите, не случайно были выбраны капитанами Лазарев и Николишин. Это действительно лучшие игроки своих команд в составе сборной Запада. Я думаю, совершенно очевидно, что выбор пал на Николишина в составе Востока. Может быть, здесь существовала какая-то альтернатива в лице того же Свечникова. Но в итоге получает эту награду Лазарев. И сказать, что это незаслуженно, то совершенно нельзя. Завтра, давайте напомню вам, у нас также прямой эфир. Мы с вами смотрим первые два раунда церемонии драфта. Всего их будет пять. Ну, вот в прямом эфире мы покажем первые два. Сама программа дня включает в себя, помимо этой церемонии, еще и жеребьевку, которая состоится утром. И которая установит окончательную очередность права выбора клубов. Два новичка континентальной хоккейной лиги, Медверчак и Владивосток, также будут участвовать в драфте. Но, как и год назад, новые клубы, вступающие в КХЛ на драфте, выбирают последний вес. Соответственно, надо будет выбрать, кто из них 27-й, кто из них 28-й выбирает. Ну, и также жеребьевка будет включать в себя определение первых четырех команд. То есть, соответственно, это последние четыре команды по итогам предыдущего сезона. Ну, и вот они с помощью жеребия узнают, кто из них будет выбирать первым, вторым, третьим и четвертым. Это все будет завтра. Ну, а сейчас давайте мы посмотрим еще раз, как забрасывались шайбы в этом поединке. Семь шайб всего мы увидели. И это первое из них, это гол Раделя Фазлиева на четвертой минуте первого периода. Эту шайбу в большинстве забросили кисты Востока. Евгений Свечников и Максим Лазарев, авторы результативных передач. Авторы результативных передач, так что это полностью казанская тройка, полностью казанский гол. Затем Запад отыгрался и отыграл эту первую шайбу уже во втором периоде. Иван Николишин стал автором этого гола. После прохода Александра Ичирова, представляющего московский «Спартак», пас дальше на пятачок. И Иван Николишин, ЦСКА, Красная Армия, автор этого гола. Ничья 1-1 шла 32-я минута поединка. Довольно быстро после этого Запад вышел вперед. Забил Андрей Кузьменко на 33-й минуте поединка с передачей Шустермана. Ну а затем Восток отыгрался в меньшинстве в четвером против пятерых. Максим Лазарев воспользовался грубой ошибкой возле своих ворот. И ничья 2-2. Евгений Свешников после этого снова гол в меньшинстве. 38-я минута. Марк Марин, автор результативной передачи. Свешников автор этого гола. Иван Николишин уже в третьем периоде на первой минуте третьего периода сравнивает результат. Ничья 3-3. И этот счет по меркам второго периода держится довольно долго. Потому что следующий гол мы с вами видим только на 58-й минуте. Андрей Кузьменко с передачи Ивана Николишина и Егора Цветкова. Забрасывают четвертую шайбу. И таким образом приносят победу своей команде. И 4-3 сборная Запада выигрывает эту встречу. Ну и соответственно, наверное, подходит к завтрашней церемонии драфта в хорошем настроении. Хотя, наверное, и Восток тоже не очень сильно расстроен. Максим Третья, кстати говоря. И без маски на него вы можете посмотреть. На этом завершаем нашу сегодняшнюю работу в прямом эфире. Андрей Юртаев комментировал для вас эту встречу. Услышимся завтра отсюда же из Донецка с ареной Дружбы. Не скучайте. Всем хорошего субботнего вечера. Счастливо. Продолжение следует... Все настоящие мужчины соберутся здесь. Подробности на максимонлайн.ру Субтитры подогнал «Симон» Сокольники. На дворе конец апреля. Давненько Ледовый здесь не видел хоккей в этом весеннем месяце. «Спартак» совершает, кажется, невозможное. При полном провале в КХЛ молодежная команда выходит в финал чемпионата. И это дает надежду на светлое будущее красно-белых. Болельщики терпеливо стоят в очереди в кассы. У зрителей не просто есть желание прийти сюда. Это скорее жажда долгожданной победы любимой команды. И эта жажда не была удовлетворена много лет. Поэтому здесь, в «Сокольниках», болеют отчаянно. В этот день, 26 апреля, «Спартак» переламывает ход серии. Красно-белые буквально выцарапывают победу у ястребов. Пустые три периода без единой заброшенной шайбы. И только за 50 секунд до конца матча Воронин переигрывает Шилина. Болельщики, кажется, в этот момент готовы броситься на лед от счастья. А начинается все без особой интриги. Соперник «Спартака» — омские ястребы. Чемпион прошлого сезона. Команда с уже достойной историей. Серьезная амбиция в КХЛ и в МХЛ. Омские ребята начинают серию «Дома» при колоссальной поддержке. Около 9 тысяч верных болельщиков «Авангарда», которые также попрощались с первой командой еще в марте. Поболеть за молодежь — дело принципиальное. Неудивительно, что первые две игры ястребы выигрывают. Хотя и «Спартак» выглядит достойно. Омск, помимо домашних трибун, имеет еще один внезапный козырь. В силу обстоятельств у красно-белых в воротах играет молодой новичок — 16-летний галкипер Александр Тружков. Парень не то, что в КХЛ. Он до финальной серии даже в МХЛ не играл. А тут сразу финал. И вот первая минута первого матча. Защитник «Спартака» неудачно бросает в лицевой борт, рикошет и от скоб неожиданно находит Тружкова. От его головы шайба влетает в сетку. Но подросток психологически не ломается и показывает роскошную игру. Минучка внимания, места только на балконе. Просто аншлаг, так что не спрашивайте, низ, мест нет. Остался балкон. При счете 2-0 в пользу Ястребов серия перемещается в Москву. В «Сокольниках», конечно, не 9 тысяч, но трибуны под завязку. Болельщики сидят на балконах, куда даже на матчах континентальной лиги никто не забирается. Такой удивительный и приятный факт прокомментировал управляющий директор МХЛ Дмитрий Ефимов. Я думаю, что «Сокольники» соскучились по такому яркому хоккейному празднику. И «Спартак» удивил всех, не только своих болельщиков, но и всех нас. Выдали две совершенно искрометные игры. Много голов, много потрясающих моментов. Открытие, молодой 16-летний вратарь, 28-й номер, который, по-моему, там пол-арены уже влюблено в него. Так что вот эти, конечно, искрометные игры, они повлияли на то, что сейчас на третьей игре 4127 болельщиков. Абсолютный рекорд для «Сокольников» этого сезона. Я счастлився, вам скажу. Это очень радостно, очень приятно, что МХЛ вернула праздник в «Сокольники». Это здорово. Владимир Юрзинов-старший также восхитился атмосферой в «Сокольниках». А для «Спартака» это вообще, я скажу, это сказка. Потому что если бы не было этой молодежной финала, то, конечно, с таким унынием заканчивать сезон для такой команды, как «Спартак», конечно, было бы очень плохо. Второе, что я скажу, что здесь и будущее «Спартака». А «Спартак» для российского хоккея – это всегда школа великолепных игроков. Молодых, вы понимаете, своеобразных. Они подбирают игроков по своему стилю. Это очень играющие ребята. «С вас кубок, с нас шампанское», – гласит баннер на секторе «Спартака». Прилетели побеждать. Торет на противоположной стороне растяжка соперников. Их немного, человек 20 от силы. Москвичи, которые волею судьбы болеют за омский авангард. Конечно, очень приятно, что финал проходит в Москве. И вышла наша любимая команда. И мы можем ее поддержать воочию. К сожалению, авангард вылетел. Но у нас осталась вот наша последняя надежда – омские ястребы. И они второй год играют в финале. И мы не можем нарадоваться наших парней. Честно говоря, очень понравился Семен Жеребцов. А у «Спартака» я бы выделил их вратаря. Потому что 16-летний парень, конечно, стоит безумно здорово. Перед матчем выступает московский рэпер Эстер. Саша – болельщик футбольного «Спартака». И речитатив был сочинен именно для «Спартака» футбольного. Но раз в «Сокольниках» в апреле хоккей, то уж гулять так гулять. Ну, я действительно сегодня в первый раз на хоккейном матче. Потому что у меня, ввиду моих там некоторых личных жизненных историй, вообще с хоккеем обычно у меня были абсолютно нисхождения. То есть по различным ситуациям. Однако, ну, сегодняшняя игра, во-первых, это «Спартак». «Спартак» – это, ну, моя команда. Задержи мои глаза. На фоне, да простят меня футбольные болельщики, коим я тоже являюсь, но на фоне игроков, которые только дай повод, уже падают при каждой возможности, ребята 94-го года рождения, которые вкатывают друг друга в стены, смотрятся гораздо внушительнее и серьезнее. И за это им большое уважение. Я вообще верю в молодежь, как и в нашу футбольную, так и в хоккейную. Потому что ребята голодные, ребятам нравится это еще. И прям видно, что кайфуют от игры. А это же самое главное. То есть когда вот теряется кайф в любом деле, ну, то это уже не та игра, ну, не то абсолютно, как бы не те эмоции. А ребята, они прям вырывают эту победу, они прям переживают. У меня было пару случаев, когда я видел игроков, ну, там, неважно, какого футбольного клуба, после матча, который они проиграли, они были там на веселе, на подъеме, в каком-то клубе, там, что-то из серии того. Я никогда этого не понимал. Ты же проиграл. 80 тысяч человек расстроены, ходят по всему миру, там, по нашей огромной стране, а ты такой веселый. А ребята нет. Ребята видно, что болеют и радеют. И поэтому, если я как-то могу их поддержать, то я с удовольствием буду это делать. Нам, людям, хоккейным, всегда было интересно, действительно ли рэперы сходу сочиняют речитативы. И мы проверили СТ. Экзамен он сдал. Трибуны кричат шайбу и ждут голого ворота. Хоккей в нашей стране никогда не сбавлял обороты. Кто ты? Ты настоящий мужчина. Тогда хоккей ждет именно тебя. В Москве «Спартак» не только сравнивает серию, но и вырывается вперед. Две игры с одинаковым счетом 4-2 и одна 1-0. Наверное, самая нервная и напряженная. Молодой Тружков записывает на свой счет первый в своей жизни сухарь в МХЛ. Разговаривать стесняется или просто торопится. Дома наверняка еще уроки делать. А вот Артема Воронина математика и русский язык дома не ждали. Поэтому он поделился с нами своими впечатлениями. На самом деле чувство было повальное, когда мы думали 0-2. На самом деле, я честно признаюсь, думали, что... Ну, просто, в принципе, это невероятно будет, что на сегодняшний день. Но так получилось, и потому что мы пообещали друг другу, что бы ни случилось, будем биться. И мы почувствовали вкус победы после первой победы. Это нам дало силу, и, естественно, болельщики. Конечно, положительная эмоция. Устали все, и мы, и они. Но будем доставать силы классный хоккей. Поэтому хочется играть в него. Нападающему Ястребов Максиму Казакову сложно что-то сказать. А мячи в шаге от проигрыша. Но он все-таки находит слова. Сейчас пока никого настроя нет. Надо все обдумать, разобрать ошибки. Сейчас с Галичак какие-то выводы рано делать. В Омск приедем, разберемся. Перед игрой будет настрой. И вопреки всем прогнозам, что звучали перед московской серией матчей, финал возвращается в Омск. Здесь снова не просто аншлаг, а даже больше. Вход на арену бесплатный, поэтому люди приходят за пару часов, чтобы быть поближе ко входу и успеть занять места. Ветер никого не пугает.